Итоги и ход заключения коллективных договоров Слово представляется к второму вопросу Карлану Александру Иванову, встану Кутербург, российский процесс докера Вопрос звучит громко, он действительно очень актуален, коллективный договор Вообще я не напомню, но некоторые, может, забыли, а некоторые не знают нас по союзной организации Поскольку у нас там интересная ситуация, действительно, свалилась Не нами, конечно, а господа нас так разделили Раньше был Ленинградский морской торговый порт Откуда и появился, собственно, российский процесс докера Из профсоюза работников ворного транспорта Потому что вот сила нашей работы, сила специфики Казалось бы, основная рабочая сила партнера докера Которая приносит прибыль И, тем не менее, наши ЛСА раньше, во всяком случае То есть мы не были на профсоюзных конференциях И все наши беды, ну, они вот как-то так замыливались на общем фоне Ну, поэтому, как бы, одна из причин, да, и возникновение вот профсоюзных конференций Вот, как бы, одна из причин В 91-м году вот возник у нас профсоюзных конференций Затем волею перестройки, вот, господ Морской торговый порт В открытой церемонии общества Затем на базе был создан разделен форт На несколько компаний Если раньше было у нас 4 района Затем у нас стало 4 компании Зал 4 компании на 4 юридических лица Ну, сейчас их не 4, да, и сейчас уже у нас 6 Ну, и, тем не менее, вот, как бы, на базе, если по старинке У нас 4 юридических лица 4 профсоюзных организации Но, тем не менее, при всем разделении При всем, вот, при всей нашей борьбе с работодателем Мы, все-таки, сумели сохранить единую профсоюзную организацию И на сегодняшний день юридическое лицо профсоюзных Организация у нас одна Эту форту объединяет Первым и важнейшим вопросом при создании нашего профсоюза Это было, конечно же, заключение своего коллективного договора И вот уже прошло 13 лет И вот мы привезли проект У нас уже на будущем, который сейчас идет Ведутся неофициальные переговоры на эту тему С работодателем То есть мы даже заключили И которые действуют в коллективном договоре Во всех компаниях, да, они действуют Но мы уже изначально, сразу же Наша рабочая группа Опять собирали предложения Отработали И сейчас продолжаем готовиться К заключению уже нового коллективного договора Поэтому на сегодняшний день Вот уже год И два месяца, да, получается Создана вот сначала С января 2003 года У нас создана рабочая группа От всех территорных компаний Которая ведет подготовку К заключению коллективного договора С работодателем То есть ведется подготовка Ну, так называемый у нас базовый, да Коллективный договор Ну, поскольку Со мной прибыли двое товарищей Которые вот этот год с лишним В этой комиссии активно, что называется Участвуют Поэтому, извините, я уже буду почетным стрелочником Но я думаю, они уже На более подробно Смогут осветить Вот ту работу, которую не мог И это уже год с лишним Это не официальные переговоры Хотя нам уже, ну, в скором времени Пристоит В двух компаниях Сроки действий коллективных договоров Уже заканчиваются практически в этом году Ну, поэтому нам Необходимо уже Будет приступать В этом году К официальным переговорам Ну, трудовой кодекс Новый Вы знаете, что там сроки Очень ограничены Примерно в стрелке Что заключен, то заключен И в том заключен В разногласии Больба Ну, а без борьбы Собственно, у нас Как бы Да и не получалось Я думаю, никто не из присутствующих Из присутствующих Те, кто Имеют опыт Введения переговоров В заключении коллективных договоров Они знают Что просто так Без борьбы Хороший Тем более Доброжный Коллективный договор Не заключить Поэтому Я спрашиваю Виктора Васильевича Бог более Подолк Меня осветить Поскольку Он Непосредственно Вопрос Могу пока До Вступления Вот вам Пока Нет Значит, вот Я хотел бы Понять Значит, у вас Четыре компании Значит Вообще Шесть На сегодняшний день Шесть Ну, вы ведете Как я понял Четырьмя Пока Значит Четыре компании Значит Это четыре Значит Хозяина Вот Ведущих С вами Переговоры А А Конкретно С кем Вот Может Я Со стороны Профсоюза Я же сказал У вас Мы сохранили Единое лицо У нас Единая Профсоюзная Организация Юридийский Виктор А Они Вот Союз С вами Переговоры Союз Третий Значит На базе Осталось Пока И на сегодняшний день Так называемый Управляющая Компания Хотя Они это не Познают Что он является Компания Да По идее У нас Интересная Ситуация По идее Когда мы К примеру Требуем Повышение Заработной Платы Юридически У нас Генеральный Директ От каждой Компании Но Когда мы К него Приходим Он Говорит Я Вот Там Управляющая То есть Вы Как Единая Профсоюзная Организация Как Единая У нас Единая Профсоюзная Организация Мы Хранили Без холдинга Без компаний Но На сегодняшний день У нас Состоялось Первое Официальное Заседание По Индексации Заработной Платы То же самое Будет Единая Комиссия Работает И со стороны Холдинга Со стороны Компании У нас Представители Скажей Компании Протоколы Тем не менее Будут вести Каждая Компания Одесса Юридически Юридический Документ Протокол Между Профсоюзной Организацией И Компанией Еще один Вопрос Задам Значит У вас Действующий Коллективный Долбор Он был Принят Всеми Четырьмя Вот этими Компаниями Да Да В каждом Своему В каждой Компании В каждой Компании Своей Компании Подписан И Подписан Там К примеру У меня Компания Вторая Среди Мой Председатель Это Проект Это Проект Ну Базовый Что ли Вот Это Тоже Само Проект Это Общий Как Мы Для Всех Компаниями Компаниями Первый район Второй район Третий Четвертый район Плюс Нева Метал Это Компаниями Компаниями Тариф Вот Выслугу Мы Внесли В тариф То есть Это Если в конце Года Еще Ходяль Подумает И скажет Ну Нету Выслуги Ну Нету В тариф Отказались От Нее И Ежемесячно Получаем Эту Выслугу И Швей Плюс Премия На Нее Вот Но Это Было Да У нас Шли Переговоры Очень Тяжело И Деговодина Была Это Шесть Месяцев У меня Как раз День Рождения Было 32 Июня Мне От Администрации Подарили Хрустами Улипу На Который Был Написан Коллективный Договор Это Очень Были Тяжелые Но Тогда Нас Поддерживал ЗОД Тогда У нас Была Возможность Где-то Надавить На Горло Наступить Сейчас Этого Нет Сейчас Александр Васильевич Я Мы Двоем Здесь Присущих В рабочей Группе У нас Присутствует В рабочей Группе От Всех Компаний В заключении Молниевый Метал От Каждого По Человеку Мы Действуем Единым Фронтом Давно Отработанный Вариант Никаких Склов Внутри Поговорим Заворотами Если Кто С чем Не Согласен Здесь Мы Выступаем Единым Фронтом Голос Име Значит Наш Председатель Мы Естественно Беседа Все Идет Да Идут Переговоры Есть Принятые Пункты Но В основном Естественно Пустые Это То Что Нам Не Даст Ни Денег Ни Как Только Что Касается Нормирование Зархватных Вопросов Социальных Гарантий И Профсоюзных Гарантий Все Как Об Скенку Все Приводим К ТК И все Норме ТК Иногда Доходит Даже До Смешного Это Значит Вот По Инспекции Профсоюзной Инспекции Труда Где Значит Инспектор Имеет Право Значит Предоставить Предписание Или Обратиться В Государственные Службы Ну А нарушение Там Значит Сохрана Труда И все Такое Мы Пишем Мягче Инспектор Имеет Право Обратиться К Администрации К Работодателю Вот Он Нарушение Упирается Когда Начинаешь Объяснять Ну Что Нет проблем Сейчас Мы Обратимся В гост Надзор Приедут Сейчас Останут Все Работы Не на Гинди А потом Придется Договариваться Начинаем Чесать Леп Да Действительно Она Просто Тупо Юрист Переписала Естественно Дана Команда Если Мы Действительно С работодателем Имели Разговор Другое Дело Мы Чиновниками Склятками Которому Дана Команда Вот Вот Это Вот Кзот И все Так Вот Поэтому Вот Все Особенно Вот Нормирование Зарплата И Соц Гарантии Даже По профсоюзной Деятельности Это не так Заметно Что-то Ладно Предоставим Так Все Договоримся Как только Нормы Как только Заработная Плата Все Стоять Боятся Вот Так По поводу Технологии Ведения Ну да Тут она Технология Отработана Где-то Что-то Как говорится Продается Покупается Что-то Что-то Обменяли Пока Этого Нет Мы Сейчас Ведем Договоры Переговоры Но это Другой Разговор По зарплате Будьте любезны Господа До 14 Почему Потому что До 14 Это не Коллективный Договор Это Вопрос Зарплаты Мы не имеем Индексации Уже 3 года Инфляция Растет Заработок Падает Если я раньше Себя Чувствовал Более-менее Нормально Сейчас Я себя Не чувствую Вот Это Вот Один Оскар Второй Конечно По Охране Труда Конечно Все Что они Хотят Они Хотят Максимально Значит Это Дело Сбить Вплоть До того Что значит Так вот По правде Трудовому Кодексу Когда Непосредственная Опасность Жизни Как же Доказать Что она Непосредственная Опасность Вот Охрана Труда Да Ну хотя Вот По охране Труда Более-менее Более-менее Вопрос Решается Даже У нас В Компании Вплоть До того Что я Я являюсь Пробокуборгом Бригады Звена Своего У нас Большое Двено Человек Я же Я являюсь Протсоюзным Инспектором По охране Труда И у меня Жекорки Подписаны Генеральным Инспектора По охране Труда Это большое Достижение Генеральный Вошел В положение И понял Что лучше Все-таки Охрану Труда Соблюдать И дать Праву Рабочим Чем Потом Разгребать Последствия Смертельные Не дай бог Случа Вот И Сейчас у нас Мы дошли Большим скрипом Год уже И два месяца Вот Хотя были Как принято в Думе Летние каникулы В прошлом году Дошли мы Вот Только-только До Раздела Гарантий Профессионной Действительности Администрация Не спешит Мы тоже Не спешим Пока Пока У нас Угол компании Есть До следующего года А у нас Уже Кончательные Вот Конкретно На терминале Начались Переговоры Действительно По коллективному договору И ведутся Наша группа Называлась По Выработке Положения Коллективного договора Договора Которые В обязательном порядке Войдут В коллективные договоры Компании Всех компаний Короче То что мы приняли Обязательно Даже обсуждаться Не будет Будет принято Компании Каждой компании Конкретно Есть Вопросы Которые Поскольку Работа Тем не менее По ту разницы Немного Эти вопросы Отнесены на местах И решаться Будут на местах Конкретно Если я зерно Не перерабатываю Мне интересно Недко говорить О нем Вот В красном Вот так вот В принципе Все Если есть вопросы Пожалуйста Вопросы Не совсем Так У нас Терминал Дело в том Что терминал В терминале Не нужно Столько работников Рабочих На терминале Работают В основном Техновик Поэтому Превалирующее Большинство Это Естественно Администрация Не только Администрация И обслуживающие Которые Не все Входят В профсоюз Докеров Есть У нас Существует РВТ Который Который Мы Отправились Водного Транспорта Профсоюз И есть Вне Вне Профсоюза Кстати Это очень Большая Опасность Очень Большая Так Скажем Болезнь Вот В отличие От Запада Где Значит И Нашего Союза До Некоторых Времен Когда Членов Профсоюза Имели Привилегии Какие То бишь Я вступил В профсоюз Членов Профсоюза Киев Космар Этого Сейчас Нет То Чего Мы Добились В Кильваторе Идет ПрВТ Ничего Не добиваясь Ничего И Получается Все То Чего Добились Мы Им Не надо Ничего Приказ Подписали Слыш 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 Коллективный Договор Они Подписали И Пользуются Всеми Теми Владами Которые Добились Мы Вот Вот Это Очень Неприятный Момент Очень Неприятный Мне Не жалко Что они Этим Пользуются Но Это Некоторые Расслабляет Да И Потом Значит Слава Богу У нас На районе Докера Не членов Профсоюза Оба По глупым Причинам Один Личная Антипатия С председателем Профсоюза Другой Личная Антипатия С звеневым Пока он будет В звеневых Я в профсоюз Не буду Это Слава Богу Так Хотя В принципе Выгоды Не надо С начальством Спорить Ни с кем Никаких Чуть что Я не В профсоюзе И пользуйся Всем тем Что мы Добили А ведь Опасность Это Хотя Естественно Поскольку Вот тогда Битва За первый Критивный Договор На волне Перестройки Когда Это Дело Удовольствия Народ Понял Что в единстве Все-таки Сила Единственное Мы Это Добились И Сейчас Это Люди Чувствуют Правда Забывают Откуда Эти Высокие Заработки Наши Откуда Эти Огромные Отпуска У меня Отпуск 46 Я Ему На В Отпуск И Гуляю И Когда Народ Начинает Забывать Об Этому Приходится Напоминать Ты Протан Забыл Почему Ты Гуляешь Почему Ты Столько Получаешь Ты Забыл Почему Михаил Васильевич Сказал Что У Нас От Детских Подарков До Погребения Все А Сейчас Оставляю Только Мы Вам Даем 5 Как Саша Вспомнил 5 Тарифов На Погребения Короче Нас Пахать До Тех Пока Тени Похороним Так Что Так А Вот Интересный Вопрос А Почему А 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 Это 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 Очень Хорошо Что Она Не Организуется Она Об этом Не думает Она Сейчас Как говорится Думает О насыщении Собственной Утропы И это Правильно Пускай На самом деле Есть Очень Работая И Зная Людей Собственной Своих Изнутри Я Вижу Варианты Когда Можно Профсоюз Каким Способом Его Можно Развалить Нет Естественно Ну Что Ни В коем Случа Я Знаю Эти методы Я Работаю В бригаде Я Знаю Как И Что Что Надо Сделать Чтобы Человек Вышел Из Профсоюза Чтобы Он Еще Прибавил Оборотов Мы И так Работаем Я Как Залезаю За Баранку Как Взмок Так Мокрый Вылезает Хотя Собственно Профсоюзник И Все Такое Понятно И Все Равно Мы Привыкли Так Работать Мы Привыкли Работать А Давай Полностью Как Вдавил Гошетку В поле И Все И Всю Смену Там Хотя Это Не Надо Этого Делать Но Тем Наш Пункт Звучал Так Не Препятствовать Деятельности Профсоюзов Все Это Законно Все Администрация Трактует По-своему Значит Не Создавать Сейчас Даже Не Помню Рабочих Органов Рабочих Для Воспрепятствования Деятельности Профсоюзов Короче Я Значит Лом Не Буду Брать Чтобы Тебя В Квартиру Не Пустить Но Не Пущу Я Буду Препятствовать Но Не Буду Для Этого Создавать Органы Я Не Буду Обращаться В ПСБ К примеру Но Я В Управление Не Пущу Туда Сюда Вот Такие Вроде Мелкие Вопросы Ну Это Конечно Юристы Это Все Готовят Хотя Иногда Глупо Но Тем Не Менее Попытки Протащить Вопросы Вот Читаешь Даже Протоколы Поскольку Я веду Протоколы Все Протоколы Если Протокол Прошел Не от Меня А от Юриста Я его По буквам Проверяю Иногда Попадается Если Раньше Был такой Иван Михайлович Шутин Который Протокол Которым Просто Необходимо Было До Запятой Проверять То Тут Юриста Вроде Доверяет Но Вот Она Слово Вставит Которое Меняет Весь Смысл Краса Вот Это Тоже Вот Так У вас Эта Доля Которая Осталась Из Водного Дранспорта Она Сколько Составляет На Всех Районах По-разному По-разному Максимум Больше Половина Больше У нас Даже Водников Больше Чем Докеров Да Это Амтасно 30 Не Больше У нас Где-то Из 400 Человек Есть Другой Плюс Люди Состоящие В союзе Водного Транспорта Тем не менее Они знают Чем Занимаемся Мы И на Общей Конференции Половина Из тех Людей Которые Составляют Половину Нашей Организации Все-таки Поддержат Нас А если Это Будет Еще Допустим Закрыто Тайное Голосование Это Ну 90 Процентов Стоп Гарантирую Что 90 Будет За нас В открытую Конечно Многие Побоятся Это Понятно Хотя У нас Еще На Керминале Все-таки Плюс Все-таки Плюс У нас Директор Новой Формации Молодой С которым Можно Разговаривать Да Он Не Будет Делать Ни Себе Усерд Ни Хозяина Хотя Хозяин Его Рост Но Тем не Менее Человек С которым Можно Разговаривать Вплоть До Того Что Иногда Даже Вот он Пришел Курилку Раньше Мы Директора Вообще Не Видали Пришел Курилку Посмотрел Течет Из-под Окна Вот Ребята В прошлом Году Ремонтировали Почему Течет Ну Вот Так Ремонтировали Через Неделю У нас Ставились Теплопакеты Курилки Ну Это Те Деньги Естественно Он их На другие Нужды Не Пустят Понятно Но Тем не Менее Это Забота Чувствуется И Это Плюс Руководство Это Минус Профсоюз А Он Набирает Себе Очки Вот Но Есть Еще Один Плюс Все Так Удалось Реанимировать Профсоюзную Организацию В Неве Метал Это Организация Созданная Ну Прямо У нас На территории В свое время На этой территории Я работал И Там Был Профсоюз Потом Он развалился Ну Там По разным Причинам И Сейчас Реанимировали И Тоже Переговоры По заключению Коллективного Договора И Есть Понимаете Есть Вещи Которые Делать Надо Хотя Они Не то Что Непопулярные Даже Ударят Многих Так сказать И по карману Когда Вот сейчас Приходится Разделять Тарифную Ставку Которая Была Собственно С барского Плеча Брошена Там Вот 320 Оплаты Все Теперь Разделяют Классные Делят Потому что Квалифицированная Работа Есть Квалифицированная И до 34 Класса Но не должен Столько Получать Сколько До 1 Класса Как и Слесарь Как и Водитель Как вся Любая Специальность И вот При этом Деление Сейчас Если Значит Некоторые Люди Могут Потерять По заработной Плате Но это Делать Надо Они Могут Да Потерять Будет Естественно Криквист Вот И Не знаю Сейчас Сколько Обсуждали Не знаю Каким Путем Даже Пойти А Предпосылки К тому Что Эти люди Могут Получить Классу Есть Или Нет В принципе Есть Да Ведь Есть Понимаете Очень Интересная Ситуация Бывает Человек Отработавший Там Сколько То Лет Получив Первый Класс Имея Там Технику Краны Там Все Прекращает Сходить На краны Ходит Женщина Тут Бездельничает И получает По первому Классу За что Вопрос Есть Вопрос Наработки Часов На технике Которые Учитываются Да Вот Но Он Не наработал Да и Бог С ним Его пока Не спрашивают Не трогают Но Он Получает Как Высококвалифицированный Рабочий Да Он Квалификацию Имеет Но Он Не Работает Извини За что Тебе Платить Вопрос Есть Вот Такие Вот Моменты Да И У нас Прорабатывается Ведь Коллективный Договор Коллективный Договор Вот Он Тоненькое А приложение В Четыре Раза Толще Приложение Все Значит Приложение По Классу Квалификации Которую Мы Бьемся Его Сейчас Вот Наконец Для Терминала Появился Действительно Реальный И Удобно Читаемый И Применительный Именно Нормальный По Вредности По Верхолазным Работам По Ну По Всем Вопросам И Значит Приложение Тарифная Сетка Что мы Пробивали И Пробили По Тарифной Сетке Догер Идет Сразу За Я Не Знаю За Заместителями Генерального Директора Выше Меня Получает Только Директор Генеральный Его Заместитель Тарифной Сетки Нет Посмотри Нашу Тарифную Сетку Откуда Ты знаешь Сколько Ни Получаем Другой Что Он Получает Котверки Это Другое Правильно Но По Тарифной Сетке Он Имеет Именно Это Это Опасность Для Него Сколько Он Получает Пускай Он Разбирается С этим Сам Сыграет Васильич Сюда Входит Положение Апремирования Ну Все Положение На Данный Момент У Нас Сейчас Около 40 Приложений 40 Приложений Естественно Новое Законодательство И Новые Условия Жизни Они Поталкивают Да Многое То Что Писалось 92 94 Кажется Глубым И Неприменимым Да Действительно И Отказываешься От Этого И Редакционные Правки Потому Что Когда Заключали Первый Договор Все Быстрее 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 Пока Он Не Отчухался Вот И Так И Было Михаил Васильевич Я Прав Сейчас Он Отчухался И Начал Ваши Трудовой Который Собственно Здорово Вообще Нигде Не Прослеживается Согласование С профсоюзом Даже В тех Местах Которые Выгодны Работодателю Просто Упоминание О Согласовании С профсоюзом Просто Нет Нигде Даже Где Выгода При Большом Давлении При Сильном Давлении Принимают Учет Мнения Хотя Во многих Местах Учет Мнения Менее Выгоден Работодателю Чем Согласование Потому Что Учет Мнения Это Процедура Процедура Которая Подразумевает Определенное Количество Дней Если Согласование Сверхурочное Пришел Председатель Проход И говорит Давай На сверхурочное Десять человек Подпиши Смотрю Нет проблем Подписаться Я скажу Нет Давай Запрос А я Свою Мене Выскажу Консультацию Пройду Да А уже Проход Сгорел Все Демерич А как вам Двадцати Путовые Контейнеры Сорока Путовые Это два Телуса Сразу Я Поясню Тринадцать Тысяч И мы Еще Репо Чесали Не согласились Так И Так И ушло Мы не подписали Это Двадцать тысяч Двадцать тысяч Двадцать Давайте Девять Они Девять Никак Нет Сейчас Мы делаем Сорок Тысяч Сорок Сорок Пять Некоторые Месяц Да Месяц Да Некоторые Да И притом За свою Работу Мы всегда Отвечаем Если Мы Не Выполнили Платим Премии Нам Снижают Хотя Нет Такого Чтобы Мы Не Выполняли Сколько Есть Мы Все Сделаем Только Дай Но Другая Ситуация Когда Теряем Груз По Проколам Владельца Они Решили Вести Новую Политику Они Не Хотят Иметь Дело С Мелкими Организациями Решили Работать С Линиями Линии Ну Вот Это Известная Линия Которая Значит Имеют Пароходы Перевозки Маяц Там Неважно И Потеряли Объем Сумасшедший Порт Стоял Мы Забыли Когда Такой Было Чтобы Мы В курилке Сидели Бездельничали Неделями И Вдруг Тут Это Снова Появляется Потому Что Ушел Грузопоток В соседний У нас Есть Рядом Лесной Порт Там Северная Верх Которая Перерабатывалась Маленькими Партиями Нам Такая Разница Сто Он Контайниров Привез А вот Благодаря Артоз Ответил За это За потерю Заместителя Коммерческой части По экономике Чуть не уволили За то Что он был Против Вот этого То что они Затеяли Это итальянец Пришел И посоветовал И потеряли Грузопоток По экономике Чуть не уволили А потом Когда уже Задумались Когда ушел Грузопоток Правда Он начинает Восстанавливаться Но Это же Время Вот И По По работе Да Ведь на самом деле Чтобы получить Свои 40% Премии Я имею 40% Премии Мне достаточно Сделать 35 тысяч То есть 35 тысяч Мы делаем Нет Пригоди Нет же Мы делаем 40 И 45 И за те же 40% Премии Потому что Это планка На самом деле Вот мы как раз С Сергеем Говорили Выше 40% Премии Это уже опасно Это пересмотр Норм Все О каких Нормах Мы говорим Когда мы Ломим Уже Три года По 200% О чем Разговор Притом Народ Объясняешь Тем не менее Не понимаешь Что ты прешь Ты грохнул Контейнер С тебя С него Деньги Вот Константин Васильевич Отбил Двух Человек Одному Повесили 42 тысячи Рублей Другому 35 тысяч И Константину Васильевичу Может кто-то Знает Вот Да Да Он Выиграл Эти дела Только потому Что Из-за Неправильно Оформленных Документов Люди Это не правы Все понятно Все заказано Но они Не вовремя Не соблюли Сроки Неправильно Сделали Только поэтому Объясняют Дурак Ты же сейчас Вот опять Дрохнешь Тебя деньги С ним Не Нет проблем Прет Машину С трехэтажный Дом Контейнеровоз И он На полной Скорости Отлога Придет Вот Такие вот Можно Довольно Да Вот это Александр Васильевич Непфедор С которой С комиссией Только что и я Ну я Отправил Непфедор Александр Васильевич Документов Пережал Человек Свердок Компании Замки Свердок Компании Значит Я что хотел сказать Несколько слов Что вот Значит Виктор Всю эту Контину С тем Как мы Пытаемся Заключить Новый Контейнер Договор Так Подиадрисовал Я так Немножко Резюмя Хотел сказать Что У нас У всех Ну Собственно Оно и так Было Такое Печувствие Ну а сейчас У нас Андрела Как Неизбежность Что Без Коллективного Договора Спора Мы Не сможем Заключить Так сказать Более-менее Приемлемый Для нас Коллективный Договор Потому что Значит Ну естественно По причине Того что Его имеют Турновый Кодекс Администрация Канала Сидима Сидима Договора Постоянно Не отыкает Хотя мы Не напоминаем Что Это же Не предел Мы Можем Улучшать Но Не Причина Это Договора Тем 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 Конечно Хорошо Но Чувство Да И Знает Что Мы Не Скрываем Особо Что Ничего Противозаконного Нет Значит Хотя Хотя Нам Тыкают Что Вы Зарплату Большую Получаете Но По Нашим Меркам Мы Считаем Что Это Большая В Питере Средняя Зарплата Квалифицированного Рабочего К этому Ролю Подтягивается А Мы Считаем Что У нас Работа Высоко Квалифицированная Раз Связанная С Вредностью Два Имеем Постоянные У всех Есть Ночные Смены Это Все Здоровье Орожается Тем более Условия Труда Вот Я Занимался В прошлом Году У нас Проведена Полностью Аттестация Рабочих Мест Компании Например Все Подтверждено Что На всех Рабочих Местах Доги Магнизаторов Имеют Вредные Служины Различные Степени От класса 3.1 До класса 3.4 Все Есть Полный Набор То есть Легментарность Это Двес Поэтому Я Что Хотел сказать Что В любом Случае Так Как у нас Раньше То есть Магнизатор Еще Кое Мнение Что Нам Подтударалось До этого Все Зарплату Повышать Ну Единственное Раз Что Мы В 2001 Году Объявили Все Забастовку На нас Тут Подали Ну И стройно Отозвали Потому Что Все Было Законно Удалось Нам Договориться На индексацию Но только На доллар То есть По курсу Доллара В ходе 2002 Восстановился Мы Сразу Заявили Господа Давайте Которого Ходить Они Дарят На то Что Доллар Не растет У нас Доходы Не растут Так как Расчеты Ведутся В валюте А Не растет Доллар Значит У нас Зарглаза Не растет Следовательно Доходы Мы знаем Достаточно Чтобы Обеспечить То Что Мы требуем То есть Все равно Предстоит Культивный Доллар Спорт Это Тем более Вчера У нас Было На самом деле С утра Заседание По Доллар А в Два Часа Дня У нас Создана Комиссия Потому что Требования Мы уже Выставили По поводу Индексации Чем требования Так сказать Ну Запасы Как То есть Мы потребовали 410% Среднего Заргута Компенсировать За предыдущие годы Инфляционные Поднять Орехнистат На 40% Ввести Механизм Индексации В соответствии С ростом потребительских Горзины По Третье Четвертое То есть Управлять на примере Не менее 25% Первые и последние Они вредно Согласятся А Средние Два Будем Дикс Соглашение Тоже Да Существует Проект Ваш Что же Есть Сам Правосоюз В общем Конечно Деятельность Затруднена Потому что Мы все Находимся По периметру Страны Проблема Чисто Такое Расстояние Транспорта Но Тем не менее Тем не менее У нас Седенты Регулярно Проходят В общем Дальше Общаемся Спасибо 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 Скажите Пожалуйста Вы сказали Что являетесь Вместе с вами Товарищем Профсоюзным Инспектором Вот у вас Положение Профсоюзным Инспектором Какое-то Есть Или Значит Ваши права И ваши обязанности Исходят Из Устава Вашей Профсоюзной Организации Как у вас Отдел Поставлено Во-первых Во-первых Ну Не совсем Называется Уполномоченный По охране труда Профсоюзной Вот как Все-таки У нас У нас Удостоверение То есть Все-таки Не инспектор Нет Не инспектор Не инспектор У нас У нас Есть приложение К критерному договору Вложение По Полномочиям По охране труда Профсоюзной Мы его практически Кстати Согласовали Все За исключением Последней Строщицы Как они сейчас Доверные лица Даже по новому Продолжение Что Единственное На что Не хочет Администрация Мы наставим Что Значит Не может Полномоченный Быть Включен Дисциплинарного Наказания Без Согласования С профсоюзом Они Это Наши стандарты Объявляют Ну Естественно Если человек Защищен То он и будет Работать активно А если Сказать Над собой Знает Административный То сказать Хотя Я могу сказать Что Ну Это Мое мнение Что Я в Палту Не так давно Работаю В 12 лет Только У нас В основном Люди Много Работаю Все Так Профсоюз Мы достаточно Как-то Семь Ну Не то Что Мы На Выдвери Абсолютно Проняющие Ну Достаточно Себя Поставили Что Вообще Так Вот Так В открытой Что По-нагогому Так Нас Не трогают Что На Ест Какой Ты Был Насчет Что По Работе Начинает Закручивать Гайки Еще Чего Я Я Не Сказал Ну Естественно Ты Не Весь наружу Ты Засыпил Концентр Наручать Которые Примеры На Платон Чтоб Тебя Не Могли Засыпить Ну Такого Нет Но Просто Я На Мое Они Сделали Это Дорога Если Не Задали Что За спиной Все Политик Есть Который Сразу Отреагирует Что У нас же Был Что Ничего Случилось Что Вы На На Ход Бросили В Машину Пациент Простоверная Организация Второй Судерной Компанией Мы Сразу Поднялись На Уши И Выпустили Второй День Мы Пример Гарин Мы Просто Предуплудили Что Выпустили Сразу Мгновенные Листовки И Если Еще Мы Просто Остановим Весь Порт Весь Тогда Точно Остановили Еще Нем Маленький Вопрос Совершенно Скажите Пожалуйста На Сверхурач Работа И Работа В Выходные Дни Праздничные Дни Как Происходит Согласование С профсоюзным Комитетом Или В то же Время Еще Требуется Подать Писменные Согласия Работника На Работу В Там Где я Работаю У нас Несколько Урочных Выходные Были Очень Давно А В целом Согласие Работом Соглашаются То есть Работник Не пишет Все Не Везде Саша У нас У нас У нас Бумага Пишется Фамилия Работник Ставит Свою Фот И Внизу Придет Либо Проседатель Либо Профор Ну Полномочий Ставит Свою Фот Согласие Согласие У нас Согласие Прошу Письма То есть Он Распоряжение Написал Да У меня Еще Вопрос Значит У вас Там Калининград На Северном Стороне Финского Залива Это На Калининград Строится Да Как Терминал Нет Там Нефтяной Высовский Это Нефтяной Нефтяной Услов А Субб И Калининград Услуга А услуга Это Южный Берег Финского Залива Строится Да Там Возди Где-то Баш В Союзе Нет Новый Я могу Сказать Такой Пример Это Все Очень Трудно Потому Что Я Работаю На Услуга В Пример Терминал Современнейшее Два Склада Огромных 40 метров По высоте 250 метров В длину Для Перевалки Минеральных Удобрений На самом деле Так Последнее Слово Техники Там Нет Крамов Все Запрыто Все Идет По Камирам Выпускается В трем Рукав И Загружает Там Часть Людей Знакомая Начали Организовывать Администрация Они начали Сразу Пресекать То есть Нашего Председателя Наши документы Уставные Стали проверять Хотя у нас Все зарегистрировано Все официально Работаем Давно Но потом Как бы Сами развалились Потом Их немножко Ребята Дали Ну Не На Добре На самом Калиберное Слово Нет А Получали Они Полтора Два раза Меньше Наши Ну Пришли Опять В прошлом Сейчас Сказывалось Да Вот Зимой В августе Пришли Ко мне Я был Загрузителем Помогите Ради Бога Парс 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 Объяснили Ребята Ходите Давайте Организовывайте Попеконьку Организацию Свою Мы вам Юридическую Можно И так Взносно Нам не платить Юридическую Помощь Организационную Но Сами Чтобы Так сказать Потому что изменило Сами Организации Как только Администрация Узнала Что значит Они тут Начинают Профсоюз Они сразу Полтора Заработу Подняли Только Только Нет Ну Они В одну столовую С ними ходят Я с ними Общаюсь Только Нет Даже Часто С деньгами Вот Получить Извините Еще один Совсем Маленький Вопрос А вот Значит Уполномоченные Наверное Лицы По охране Туда У вас Их Обучение Проводится Допустим За счет средств работодателя За счет С СС А За счет Профсоветов Ну так Вот Вот я Неделю назад Эти курсы Закончил Вот С моего района Вот Нам было Шесть человек То есть Работодатель Оплатил Посреднему То что мы Учились А Сами курсы Оплатил По СС А Все понял Василий Скажем У тебя там Ухили Нет Ну это Другой вопрос Там Ухили Пожалуйста Действует нестандартно По судебе Три месяца Ружие Неофициально А я объясню Сейчас Объясню Я хочу спросить Вы Что ты назвал Здесь Мастерикто Васильевич В год уже действует Предыдущий регионар Да Нас устраивает Уже Действует Два года Я понимаю Но с учетом Дальше В данных условиях Относительно Этого Турбового кодекса Нас устраивает То что У нас сейчас Действует Потому что Там есть вещи Которые Нам никак Может быть Будет И не поймить Через это А почему Неофициально У нас Это называется Не переговор Называется Очень длинно Вот Виктор Протокол Ведет Заседание Рабочей группы По выработке Единных положений Коллективных Деговоров Обязательно Подать Включены Будущие Коллективные Деговора Перечисленные Компания То есть Мы Просто сидим Как бы Обмениваемся Деньями Ну в общем По долгу Конечно Потому что Мы 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 Комиссии Протокол Вот С нашей Стороны Пять Человек Сидит И С их Стороны Сидит Административный Директор Юроотдел Административные Директора Всех Компаний Ну Ну Вы На На Мест Отставите На Вас Ставят Может Что Ничего Нет А как Мы Ничего Ничего Нет Мы Уясняем Позиции Мы Доказываем Что Мы Хотим Так Что Это У нас Итогом Документов Итогом Документов Вот Видите Ты Сделал Он Представляет Из себя Что Принято То Что Мы С ними Заголосовали Ум Принят Который Войдет Который Не принят Который Мы Сказали Ребята Мы Это Все равно Когда Будем Официальные Переговоры Вести В Компаниях Юридических Лицах На тех Переговорах На которые Три месяца Отведено Мы Все равно Эти пункты Опять Выставим Из-за Из-за Принято Секунды Улучшает Передействие Нет Нет Что Практически Не улучшают Не улучшают Но и не улучшают Мы же не согласимся На улучшающие Естественно А они не соглашаются На улучшающие Поэтому Уровень Проговора Мы же Даже Мы же Предлагали Неоднократно Давайте Просто Этот Переподпишем Там Изменим Только Те вещи Которые Явно Противоречат Явно Противоречат И Чистую Техническую Правку Введем Допустим Где у нас Там Ссылка На ТК На ЗОК Изменим На ссылку Соответствующей Статьи ТК И Кстати Со своим Генеральным Директором С моей Компанией Хотя Мужик Очень Такой Сам По себе Прямый Плохой В личной Беседе Мы Мы же С вами Можем Я Союз Техническая 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 Директором Комитет Комитет На котором Рассматриваются Вопросы Конфликта Трудового Мы уже к нему Готовимся Я уже делаю Протокол Разногласий 76 Странец протокол. Вот. Проходит это собрание. Константин Васильевич излагает направление Игудии, чтобы нам не попасть. Вот. Все процедуры, которые надо, все, закончим правком. И тут же после заседания правкома, через час, этот же генеральный и три остальных присылают бумаги о том, что они согласны вести переговоры по заработной плате. Этот же генеральный, который с утра отказал, прислал вечером бумагу о том, что согласен вести переговоры. Потому что все-таки, при всем при том, единство рабочих это великая сила, и они чувствуют, если встанет порт даже на 2-3 часа, нам тоже это не выгодно. Потому что клиент реагирует моментально. Уйдет гроз. У нас под боком Финляндии, у нас под боком Прибалки. Уйдет гроз. Но потеряет кто, прежде всего, естественно, владелец. Хотя и мы тоже, поэтому нам это тоже не выгодно. Вопрос. Утечка специальная идет или... А мы это не скрываем. Это мы не скрываем. Есть информация конфиденциальная, которой мы владели, которые, значит, Александр Николаевич наш, Моисеенко, больше делят, что тошним генеральные директора, значит, делятся что-то. Есть вещи, которые мы тоже знаем. Александр Николаевич доводит, говорит, ребята, стоп, это все, это конфиденциально, за стены правкома это выйти не должно. А есть, извините, правкома, это и есть правкома, он открытый, хочешь приходить. Вопрос, дадим ли мы тебе это, слушайте определенные вопросы. Вот. А так, пожалуйста. И это не скрывается ни от кого. А иногда это даже и выгодно. На конференцию мы приглашаем генеральную директора. По вопросу, который взаимный, да, мы его выслышали, он у нас не слышал, но потом спросим до свидания. До свидания у нас. Мы предлагаем все равно, на самом вопросе. Так что, вот, в общем, чипа. Все, спасибо. Велом представляется Василию Ивановичу Стареву, Солач, Зелан. Так, во-первых, спасибо профсоюзу докеров, что у них есть вот такая книжка, потому что я ее сначала по незнанию, а потом по молчанию агитировал как принятую. И для профсоюза своего ФНПРовского рекомендовал как принятую одним из самых лучших боевых профсоюзов России, профсоюзов в России, и подписанную. И, может быть, поэтому профсоюз автосельхожмонстроение на Зиле принял в декабре прошлого года коллективный договор на 2004 год, который, может быть, даже очень хороший, хотя... Еще лучше. Нет. Тут полуфизма проехали, но... О том, как... О том, как это происходило, коротко расскажу. Вот у нас до конца этого года должен был действовать вот этот коллективный договор, подписанный в 2001 году. Как они делали? Подписывали где-то в середине урона 2001 года, хотя год идет на конференции. Договор никакой. Здесь текста 20 страниц, а потом все вот эти вот тарифы и согласования, которые у докера на отдельной книжке. А текста 20 страниц. Ну, это смесь худшего из тех времен, когда ФНП еще в СССР ничего не делал, и новые профсоюзы тоже отказались. Вот они сделали такой профсоюз абсолютно формальный. Они его хотели продолжать минимум до 2004-го и потом дальше. В работе с ними наш небольшой профсоюз защита и активисты носили все время. Тоже вот спасибо то ли докерам, то ли редакции, которые выпускают эту газету. Мы все время говорили, товарищи, вот что должно быть в коллективном договоре. И это за 2002-й год. Вот такие пункты надо обсуждать. Это надо писать в газете «Московский автозаводец» обсуждать и так далее. Но ФНПРовский профсоюз, конечно, от этого всячески открещивался. Они думали спокойно дожить до 2004-го года. Мало того, когда был принят новый трудовой кодекс, они просто провели конференцию, расширенную, не даже не конференцию, расширенное собрание правкома и сделали несколько поправок, которые в газете уместились, ну вот на такую часть они напечатали. Поправки в коллективный договор для согласования с новым трудовым законодательством. Почти ничего не изменяющие поправки, которые нельзя было не вставить, ставили и все. И на этом посчитали работу законченной. Но мы на этом не успокоились, пытались их начать переговоры по заключению коллективного договора. Предыдущий опыт показал, что на самой конференции уже добиться никакого изменения коллективного договора почти нельзя. Помню, что однажды мы весь корпус наш и еще несколько других корпусов, когда мы бились за то, чтобы вставить в коллективный договор, здесь нету даты выплаты заработной платой, вставить это. Мы собрали множество подписей, выступили на это с конференции, передали это в редакционную комиссию, и все равно это не прошло. Мало того, консультанты, ну это уже, почему мы стали делать вот так вот, как мы сделали. Консультанты нашего российского комитета работников подсказали, что надо предложить готовый проект и пробивать его, как положительный вариант. Ну что делать? Стали мы мозговарь на этом, взяли за основу коллективный договор докеров, но он нам, конечно, не подходит, но основные пункты положения и самое главное формат, его взяли. Потом в Красном Сомабе этот же проект переработали уже применительно к машиностроительному, мы взяли еще более подходящий вариант у Егошина, и преобразовали его применительно к нашим названиям, нашим целям и так далее, и сделали свой коллективный договор, проект коллективного договора между работниками администрации АМАЗИЛ. Сами, да, уже сами работали, поэтому у нас было трудности с размножением, сделали пять экземпляров, это были пять активистов, которые занимались этим, в цехах, они вот потом подписали. Эти пять экземпляров мы обработали в цехах, то есть людям, которые смогли прочитать весь этот, а его получилось у нас на 56 страниц, если у этих 20 АМАЗИЛ, у нас 50. Без приложений. Без приложений, да. Возьмете, почитайте. Ну, много. Потом. Еще мало даже. Да. Потому что у докера вообще-то 60 здесь страниц. Ну, это приложение еще нет. Приложение... 66 страниц. Да. Десять страниц уже. Ну, ребята просмотрели, сами прочитали, кого-то уговорили из работников прочитать, нашли абсолютные там глупости, которые у нас получились, несоответствия и так далее, или даже больше добавлений. Добавлений. Я сейчас уже не вспомню, какие, не буду сейчас. Но с этими добавлениями мы его перепечатали, уже два варианта всего сделали, но сделали еще электронную версию, и пошли 2 апреля прошлого года, буквально год назад, в правком. Пригласили туда и представителя, главного редактора Московского автозаводца, чтобы он был. И вот эти товарищи, 6 человек, которые взяли на себя ответственность, как и внесли, мы пришли с заявлением, с проектом. Проекты после переговора, часа 3 разговаривали с правкомом автосельхожмонстроения, Амазил и главным редактором автозаводца, мы передали им, заставили их расписаться, что они приняли. Ну и может быть, не знаете, мы отдали им еще электронные версии. То есть им облегчили работу. Ну они взяли это с благодарностью, сказали, да, они думают, они думали, что мы только с предложениями придем, а оказывается вот это, мы будем смотреть и так далее. Но сами замолчали. И все, и дальше опять тишина. Потому что у них коллективный договор был до 2004 года, конца, еще вот, еще и в месяц работа, сегодня. Поэтому они молчали. Чтобы они суетились, мы, значит, в мае 1-го, 9-го выпускали, союз рабочих помогал нам выпускать листовки, призывающие к общеполитическим мероприятиям. Мы всегда это акцентируем, чтобы там было указано и наши заводские проблемы. И обязательно здесь одна страница, эти листовки, говорила о том, что инициативная группа и профсоюз защиты предложили коллективный договор, такой-то, он и есть в правкоме, правком сейчас не отвечает и так далее. То есть будировали вот таким образом. И в то же время начали изготовление вот такой брошюры. Уже полностью текста, но в виде вот такой брошюры. Союз рабочих помог нам, и мы к июню выпустили 200 штук вот таких брошюр. Стали их раздавать и раздавали уже не просто кому угодно, и правком отдавали, и так далее, и тем рабочим в других цехах, правком каждого цеха, и отдавали всем под расписку. Ну, как бы, чтобы самим иметь учет, что всех охватили, все цеха. И в то же время человек, когда расписывается, он думает, что все-таки это. Было бы у нас возможности больше, около тысячи экземпляров, можно было бы раздать, а 200 экземпляров пришлось и так вот. Разошлись почти все, сейчас у меня с собой осталось вот 10 штук, 6 я привез с собой заинтересующих раздан. после. Продавайте. 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 Продавайте, конечно. В этой брошюрке мы уже написали, клеили и фото фоксимиле нашего заявления с подписью председателя правкома, что он принял. Здесь напечатали заявление о том, как в вашем красном сонном мире, и в котором ставили уже слова с заседания российского комитета, с резолюции российского комитета рабочих, то заключение колдоговора и даже его составление, работа над ним является обязанностью каждого работника. Написали те цеха, в которых он обсужден, то есть то, что работа идет. Но профсоюз и после этого не особенно шевелился. Ну, а потом мы ситуация сложилась, что я уже сказал об этом люди моложе 52-го года получили из пенсионного фонда, возникло недовольство кое-какое, и мы выпустили листовку, которая снова заставили администрацию обратиться к делам, и одновременно сказали, что должен быть колдоговор. Эта листовка была злободневная в то время, и написана резко, там мы писали, что один рабочий заявил, что если ему не дадут пенсию, то после ухода на пенсию он разберется, как положено в сегодняшнем времени с теми, кто ему не переводил. Поэтому бумажка попала на стол генеральному, генеральному на основу, поэтому он вызвал с правком, провел с ними беседу, уже договор, и в то же время сказал, что надо заключать коллективный договор. то ли по законодательству ему, то ли это напоминание его подтолкнуло. После того, как это эрекция, даже сказала профсоюзу ПНПР, автосоход Машка, ничего не осталось, как начать вести переговоры. Они быстренько сделали комиссию, нам никому в комиссию не удалось попасть, но, видимо, они взяли и наш коллективный договор, проект нашего коллективного договора, вот, переработали для своих нужд, потому что формат его остался один к одному, и некоторые главы совпадают с точностью до третьего, пункта 3, 1, 15, так вот, это после этого было. После встречи с конференцией, после встречи с генеральными, мы опять стали добиваться встречи с правкомом, это группа, мы заявили, что хотим дополнить коллективный договор тем пунктом, чтобы там было вписано вот, о перечислении ежемесячно пенсионный фонд и обозначение это в расчетных листках. Тоже заставили их здесь его подписаться, потом сделали листовку этого материала и раздали все. на встрече с нами председатель правкома пообещал, что конференция будет в декабре, что наши мнения будут учитывать, что и пообещал, что проект коллективного договора будет напечатан не позже, чем за месяц. Ну, я стал за месяц ходить в редакцию Московского автозаводца, они говорят, мы же, что, там, когда дадут, мы напечатали. Напечатали они за неделю всего-то. Раньше, вообще-то, печатали в день конференции. Люди приходили и на спинках, в стульях получали вот этот проект. Ну, здесь хоть за неделю. Мы, конечно, не смогли это его проанализировать, поэтому времени не оставалось. Мы раньше выпустили листовку, в которой людям объяснили ситуацию, что 24-го будет конференция, что надо своих людей туда посылать. Ну, и общими пунктами обозначили о том, чтобы в коллективном договоре было обязательно упомянуто и чтобы они ходили на этом. Там сказали об этом перечисление пенсионный фонд, об огреве, зарплате, о времени зарплате, то есть кое-какие пункты обозначили. Эту листовку тоже в большом количестве перед конференцией за неделю мы выпустили одновременно с этой газетой. Теперь стали добиваться участия в конференции. К сожалению, я член профсоюза защиты и за это меня из профсоюза автосеховного строения два года назад выгнали. Все, проголосовали, работяги, все, хотя это незаконно, но они так проголосовали. Исключили, да? Да. Судиться не стал, не стал тратить время на это. Но на эту конференцию я попал, потому что активно в корпусе, собрании тоже не было. В корпусах, в цехах они собрание проводили, но я пришел, настоял, надо было настоять и попал на конференцию, чтобы там попытаться добиваться этого. Да, между прочим, я не сказал. Когда за неделю получил проект коллективного договора, я сначала подумал, что они полностью наш перепечатали, потому что пункты, формат, он один к одному того, что предлагали мы. А потом, когда вчитался, конечно, тут выстрел, выстрел намного, выстрелили гляньте и хочу преобразований. Они тоже у меня в небольшом количестве, с каждой прошуркой есть, прочитайте. Но на самой конференции рассказывать не будем, как они... Все ребята остальные, которые подписывали члены профсоюза, не настолько настольчивые, на конференцию не попали. Поэтому попал я один, чтобы хоть как то там повлиять. Мы выпустили вот с этим обращением, которое было как предложение подписанное. Его не надо было даже, оказывается, переделывать. Мы просто подчеркнули те слова, на которые надо обратить внимание и раздал, частично раздал на конференции. А потом подошел начальник охраны, отобрал у меня листовки и сказал, что твои листовки, я сказал, мне милиция отбираю, он сказал, твои листовки за территорией, а здесь все наше. И подошел я к председателю правкома, он говорит, ты хочешь сорвать, мы объясняем, что это норма демократическая, мы же просто предлагаем один пункт коллективный договор. Нет, это вот охрана так правильно решила. Ты бы пришел раньше, нам сказал и так далее. Я говорю, мы же пришли, вот твоя подпись. и с твоей подписью мы распространяем. Нет. Ну и не дали выступить мне с этим указанием этого, внесения этого пункта. Четыре раза подходил к этому, директору, председателю правкома, да, 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 будет. И записан, конечно же, потом дотянули собрание до того, чтобы народ, предлагая своим дождались пока один там скажет, пора прекратить принять, все, давайте прекратим принять. Директор выступает, говорит, ну, конечно, некоторым не удалось выступить, но у нас демократия, все же, большинство решило, поэтому вот такая ситуация с принятием коллективного договора. Но коллективный договор принят, первый раз принят вот до начала самого года, то есть в декабре, 24 декабря он принят прошлого года, принят на этот год, принят, как мы предлагали тоже на один год, мы-то предлагали и с своих интересов, чтобы будоражить каждый год товарищи и рабочих, и администрацию, они, может быть, тоже посчитали, директор сказал, что ситуация меняется каждый год, давайте на один год. Как будет вот на следующий год, не знаю. Ну, и другое дело, что на выступлении директор, выступая, ответил практически на все вопросы, которые мы в своей листовке задавали, то есть ему деваться некуда было, потому что мы спрашивали конкретные вопросы, говорили это, и на вопрос о перечислении в пенсионный фонд он сказал, да, он эту проблему знает, поэтому по мере сил будет ее решать и так далее, дал много обещаний, посмотрим пока, вот, пока что за 2003 год мы не получили уведомления, сколько перечислили. Вот такая ситуация с принятием коллективного договора на АМАЗИО, сейчас он действует, я пытался взять брошюрку, но оказалось, что редакции заводской не хватило бумаги и брошюрку не напечатали до сих пор, хотя правком обещал напечатать брошюрку в таком виде к концу марта для каждого подразделения, поэтому пользуются они сами тоже таким же, здесь, как они говорят, сделано несколько стилистических правок и все, так что вот такая информация, коротко скажу, что если приходить вот этот безинициативный правком с заранее заготовленным коллективным договором, если об этом уведомить работников и немножко настаивать, может быть, можно подтолкнуть и тот бездействующий на настоящее время ФНБРовский профсоюз для заключения коллективного договора, который более благоприятен, чем есть сейчас. Все? Хорошо. Можно вопрос, да? Пожалуйста. А вот по поводу неперечисления следствия пенсионной комиссии, среди ваших покровов можно обратиться, они нарушают просто множество договора. Пожалуйста, я уже говорил в этом. Индивидуально, да? Да. Это индивидуально. Индивидуально наш товарищ попытался вы были, я рассказывал, он обратился в пенсионный фонд, там ему дали расчеты, но эти расчеты суд не принимает, суд нужно справку с места работы, там тянули два месяца, потребовали запросы суда и так далее, то есть человека заставили побегать, он все равно получил. Суд заявку подать, тоже это в рабочее время, вы сами знаете. он подал в суд и Стимоновский суд ему сказал, что сейчас выборы, вот пригоди, после выборов у нас мы вот так загружены. Не знаю, хватит ли ему терпения продолжить. Конечно, да, тем, кто добивается, администрация, разумеется, выплатит. в таком момент, а что, ЗИЛ стал особо выдачным предприятием, что они в ДНД, что они работают отлично. ЗИЛ нерентабельный, потому что производство громадное, рассчитанное на 200 тысяч автомобилей, а выпускаем меньше 20 сегодня в год. Поэтому оплата и отопление таких громадных помещений, корпусов и там я хочу вопрос о защите задать. Так чего? Это ваш профсоюз? Да, первый вопрос. Вы имеете право на эту конференцию послать своих делегатов? Защита? Нет, это конференция трудового коллектива. Это конференция трудового коллектива. Там кто угодно имел право. Мы и 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 У нас соотношение немного лучше, чем у вас. У вас соотношение гораздо лучше, потому что когда мы пробовали качать свои права юридически и грозились, он сказал хорошо, по вашему соотношению, директор, я предоставлю вам помещение в количестве 0,5 квадратного метра и шнур от телефона. Потому что в профсоюзе защита здесь все свои, я вам скажу, один человек, которых сегодня уже нет, а там 12 тысяч. Так, ну ладно, спрошу, я понял. Значит, теперь еще вопрос. Ну, в принципе, да, вам в защите благодарность надо вынести для имени, НПФ сделать большую работу, за них они это сделали, а судьба фактически для нас, например, никакой, так сказать, гетто, колдогов. мидер, я, 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 если мы заставили этот профсоюз сделать колдоговор лучший для рабочих АМАЗИН, ну что же, это хорошо? Нет, это хорошо, да. Ну а славу или там дивиденды потом поделим. Вообще, большой плюс, что он вообще есть, это большой плюс, это вообще имеется клиентный товар. Да, что это сделано? Даже если там от нас кредитов, я не понимаю, что это сделано? Что это сделано? Ну, поднимножку, что это сделано? да, завтра. Вопросы еще есть? Для сравнения. Вопросов больше нет. Вы посмотрите, вот этот пункт. Работодатель обязуется повышать уровень заработной платы, социальные гарантии по мере рост объема производства производительности труда с учетом финансовых великолепных... С учетом финансовых и когда он денег и не повысит? Стоп, он обязуется уже. С учетом повышения производительности труда. Точку можно ставить где захочет. Повысил их? Великолепно. У нас такие не проходят. У нас уже собаку съели. Так что, Василий Иванович, вот то, о чем я вчера говорил, я опять скажу. Тихонечко, мясо, начинай применять. Не начинай применять то, что вот ты добился. Потихонечку, не пугай. Не пугай. И начинай применять. Извиняйте. Пункт 3.6.2. Что говорит? Ну, дайте, пожалуйста, ну. Ну, положено же. Пункт 3.6.3. Чего говорит? Ну, давайте, пожалуйста. Вот. Поэтому я хочу сказать, что вот на самом деле вот это вот, особенно вот там, где не пуганный, не пуганный владелец, это надо применять. это нужно будет. Согласовая согласование не проходит нигде. У нас уже работодатель знает, мы с Немсков работаем, учет мнений, но в лучшем случае. В лучшем случае. А то, а Василий Иванович просто молодец. Вот такие вещи согласовать, это просто молодец. У меня все. У нас премьер до 7, поэтому можно говорить побольше, чем-то у меня. У меня у него все. Вы с ним не поменяли. В России. Так. Ну, я для информации просто скажу. Вот, значит, вот этот проект КАФКОЛ ДОСКОВ значит, ДОСКОВ мы, по-моему, в нем большого количества экземпляров давно получили. Вот как мы с ним обходили, обходились. У нас практически вот организация, значит, в Арсамасске большинство приняты у защиты. Это шепела. Ну, мы вот в электронном виде там, сзади долг прислал, мы, как сказать, там, что с ними имя, естественно, там, назвали это для нас просто уже. Мы им прям вручили, поудобно. Ну, ситуация там, вот, как, значит, там администрация не хочет заключать активный долг, а хочет продлевать. так сказать, но, значит, тем не менее, вот мы, значит, держим какую-нибудь дону. Значит, администрация может изменить свое мнение, но чтобы вот в тот момент, когда она изменена, у нас был полностью, так сказать, готовый уже коллективный долг, ну, именно под эту организацию. когда это произойдет, мы не знаем, но вот из докерского, так сказать, колдов, ну, все там сделали, половину выбросили, естественно, потому что там нет, но всю эту структуру расставили. Ну, а теперь вот, значит, положение вовне это. Значит, неф это 18 тысяч человек, защита это, значит, опять-таки 600 человек, то есть мы противостоим вот тому профсоюзу, ну, в соотношении видно, значит, что 200 человек против 15 тысяч. Вот здесь у нас сидит сопредседатель защиты неф, позднее, Дима. Я вот скажу, значит, положение такое у нас складывается, причем, значит, как я его оцениваю, у нас был беспрецедентный коллективный договор до 2000 какого года? Второго года. Второго года. До 2002 года. Значит, вот такая маленькая защита, продавляющая такому большому профсоюзу, получила право, так сказать, вето практически, там три подписи стояла, от общественной организации профсоюза. тот профсоюз, ну, это отраслевой, вот наша защита, и еще, значит, аппетит от Советских подлинных, это вот СТК, сейчас он ликвидирован, поскольку он перешел на позиции защиты так время сразу, против того, профсоюз, его ликвидировал, администрация, опираясь на существующие законы. Ну, беспрецедентное было положение, значит, что любое, так сказать, изменение в колдогове требовалось, значит, обязательно подпись защиты. Ну, сейчас положение другое, значит, когда мы поняли, что сил недостаточно, вне думы, чтобы отстоять положение равности профсоюза, так, мы сдали вот это добровольное, причем сдали, передали, как бы сказать, введение коллективного добровольного вот там утром союза, большого. Ну, вот должен так сказать, то положение вот в универе, оно как складывается? Ну, во-первых, значит, поскольку мы сдали, но с нашего как бы, с нашего позволения так получилось, они ведут колдовую, то позиции защиты остались, в общем-то, защищенные. То есть, у нас есть бесплатные связи, офис, так далее, и тому подобное. Значит, что-то, но, вот, Василий Иванович здесь рассказывал, значит, как вот они старались насчет этого колдового там профсоюза. Значит, у нас ситуация такая. Да, вот этот коллективный договор ведет тот профсоюз, значит, у нас есть с ними соглашение, что они все изменения к нам присылают, и, как бы сказать, мы, находясь вне ведения, как бы все это согласуем. Но ситуация, конечно, такая. Тот профсоюз, он действует по командам. От администрации естественно все позиции закрепленных ходов, он все сдал, вот в настоящем движении. Там ситуация очень простая. Там вызывает председатель профсоюза, показывает место, где он должен подписаться, и все нормально так происходит. Быстро, легко, и так далее. Вот в этой ситуации, значит, как действовать, вот мы сейчас о том думаю, как действовать в этой ситуации, когда мы никогда не получим большинства, умеют никогда, это уже очевидно, потому что даже рабочий у нас полностью на сторону защиты. Они вроде вместе с нами, но все равно в том, в том, в том, в том, в том, в том, нет вообще никакого профсоюза, есть только защита, а других нет вообще. Вот в этом случае мы должны большинство иметь защитить, и там у нас политика простая, значит, быть готовы, вот, так сказать, чтобы на руках был хороший колл-догг, из которого можно вступить. Причем, значит, почему вот такая маленькая защита у нас в городе, она пользуется, администрация, например, на заводе нам прямо говорит, что тот профсоюза пустой метод, не может договориться, он подпишет что угодно, но они не знают, так сказать, о чем думает, вот, так сказать, ну, рабочий класс, вот каковы у него настроения. Поэтому, вот, находясь даже вне коллективного дома, ну, так, фактически, все равно они, значит, беседуют с нами, вот, на заводе, например, потому что это хороший индикатор вот настроение, которое там происходит. Вот сейчас идет понижение зарплат, вот ты говорил, то же самое у нас происходит. Значит, а еще будет вот эти настроения, что там происходит? Значит, вызывают наших людей, наших, потому что они сигнализируют, а эти ничего не могут, так сказать, они имя же назначены, и поэтому они толку не выполняют. Значит, вот уважение заключается администрация, хотя мы с ними постоянно обважаем, но уважение в защите вызывает тех, что они точно знают, что мы отражаем вот именно реальное настроение в рабочем классе в интеллигенции, так, ну, в этой правоитарской интеллигенции. И во-вторых, страх. Страх почему? Потому что защита, в отличие от того профсоюза, она действует неожиданно и, так сказать, совершенно в неожиданных местах возникает. Вот эта забастовка, которую в 1997 году, мы же против всего города поднялись. Против всего города. Остановили впервые, так сказать, в истории вот этого ядерного центра, это, можно сказать, закрытая зона вообще, так сказать. на каждом шагует КГБ, а сейчас ФСБ. Значит, тем не менее, на 7 дней остановили весь франштор. Значит, все против защиты выступили. Вне, в которой никакого вроде отношения не имеют, он против наследительства в областном суде. Значит, ФСБ приезжало, говорит, вы что делаете, на нас двигаются, так сказать, чеченские отряды, значит, ядерную бомбу, так сказать, поиметь, а вы подняли восстание. Значит, вот это, значит, это другой фактор, что она выстояла, вот такая маленькая, выстояла против объединившейся всей администрации. Ну и третья, скажем, такой же пример вовне, когда в борьбе за взор Шейна, ну, 2000, как бы не помнил, в первый год. Мы остановили шесть цеплов, без предупреждений, без этого и так далее. И все внефовская начальство получило сбучку от Москвы, так сказать, что вот это произошло. Значит, вот наше положение такое, то есть маленькая защита, тем не менее, она имеет такой политический вес, но чемпионцы, конечно, для нас и не сна, потому что дальше, вы сходите как нам дальше действовать, мы вот пока понимаем. Понятно, как вы действовали, вот непонятно, почему вы так действовали. Вы, как еще одна организация, могли иметь своего представителя на переговоры прийти, правильно, по закону? Значит, имея там представителя, вы могли предложить свой проект опять же на эти переговоры. Также, при переделке вашего договора, то есть при вычеркивании там, не замене пунктов, если вы участник этих самых переговоров, то без вас, без того, чтобы ваше представитель присутствовал, если он не отказывается, тоже не в договорах подастся, как обещано происходить, и у директора не будет. Я не понимаю, в чем идея. Ну, я могу, обещал. Почему, если не воспользую, для того, мы будем доносить по крайней мере ситуацию и ставить их в положение выступающих против улучшения положения. То есть улучшение положения работников у вас записано в полдоговоре, вы можете все время ставить их, как я понимаю, вроде как лицом к лицу у всех работников всем, кто прослется отбирать у вас блага, если вы хотите с ним воевать. Как-то я... Нет, в чем смысл это сказать? Смысл бог, я объясняю. Значит, мы избегаем вот эти... мы в своей политике избегаем ложных положений. Вот это с самого начала нашего профсоюза. Ложность положений в чем заключается? Да, формально мы могли быть в этой... ну, как бы сказать, вот в этом... Но, поймите, один голос против там этих... Какой смысл? Какой смысл? Значит, вот эти голосования, где мы будем в одним голос против вот этих голосований, какой смысл в этом нахождении. Значит, мы действуем по-другому. Мы вот это ложное положение избегаем, а в цехах, наша газета распространяется, во всех цехах, мы все время мы открытым текстом написали. Вот то, что защита ушла из... из этого коллективного договора, это, так сказать, привело к ухудшению положений всех. Мы будем дожидаться. Вот когда значительная часть нет, поймем, что без защиты ничего не может быть лучшего. Мы дожидаемся. Не очень понятно. Вот и скажи, вот составляется проект. С одной стороны, иногда надо просто помочь сформулировать какие-то форумы, да, с нужным планером, а с другой стороны, против каких-то грамотно выступить. Вы в этом процессе участвуете, в этом, с которой я не думаю. Значит, мы начали с чего? Вот мы этот коллективный договор, который ныне существует, который мы отдали на визение тому, как савиду, началось с чего? По инициативе защиты был поднят вопрос. Значит, создать документ, который включит в колдогу. Этот документ, вот мы назвали, да, концепция заработной платы в огне. Значит, причем вот все люди, которые находились в колдоговорной комиссии, не с того, в профсоюзе, они все вот выступили в поддержку того, чтобы создать такую концепцию. Значит, основные положения концепции, ну, 10% сотрудников нет, это 50% фонда заработный план получает. Значит, вот ликвидируют вот это положение. Это, кстати, общая для России. Значит, естественно, вот все участвующие в этой, значит, коллективном, вот в этой комиссии по колдогу, люди, и даже находясь в меньшинстве, все равно вот эту динюс смогли провести. Но чем это закончилось? Закончилось тем, что, значит, имея полностью, так сказать, полную поддержку вот в этом коллективном органе по выработке нового соглашения, значит, все вот эти, как бы сказать, члены этого коллектива, вот этой комиссии, они сдали эти положения. Сдали полностью. администрация, да? Да, администрация сказала, им четко сказала, вот защита ушла, например, из этого процесса, в частности, потому, что, значит, вы поняли, что, значит, ситуация очень простая. Ну, будем мы сидеть здесь, будем что-то подчетить, но и так всем известно, что без защиты никакой колдога, вот, отстающий интересы невозможен. Это всем известно, внефи. Поэтому участвовать в этой демократии, там, голосовать, что-то вносить, ну, зачем это нам нужно? У нас, как конференция, вы участвовали? Участвовали. Участвовали. Больше того, Василий Иванович, вот я вопросу давал, значит, это, вот почему у них защита, у нас, например, положение такое, нам надо, мы сами выписываем, вот эти, значит, там, скажем, он, он, у нас порядок какой, вот 15 тысяч того профсоюза, но нам не нужны их мандаты. Мы сами выписываем мандаты, и сами приедем, мы уже приучили, что наши делегаты прибудут столько, сколько мы их направим. Значит, вот сейчас проходит колдоварная конференция на заводе, в секторах, и там, все наши люди там участки, наблюдают, смотрят, так сказать, все проще. Но ситуация вот такая, как я описал. Значит, участие в этой колдоварной демократии, оно не имеет ни такого смысла, потому что основная масса сотрудников, все равно плетется в администрации. Нет смысла. дискуссии у нас вопрос пожалуйста. Викторич, я все-таки не понял. Вот не понял, как ты, вот вы расскажете, что вы делаете. Никто, это не отрицательно. Об этом речь не идет. Все тут нормально. Чем плохо, если скажем, будете здесь ваш человек, который имеет все в этом голосе, а там допустим 100 голосов, выбираете, 100, 200, 300, в меньшинстве, где это, в меньшинстве. Кто мешает ему каждый пункт из вашего проекта, хорошего, который вы пропагандируете, поскольку вы выражаете интерес работников вне этого. Кто вам не все равно каждый пункт выносите на сердечном голосовании и протаскиваете их по всему полю, таскайте их моргать стол постоянно, потому что вас голосование не интересует. Пусть они против каждого хорошего пункта, который за интерес отребляет, за интерес работников, пусть они просто как бы голосуют, а вы на комбинацию придете, раз вы рассказали, и голосите о том, кто они такие, и когда что вы выступают, за что они. вы не хотите перетягивать на свою сторону работников, или хотите остаться 600 человек, я вам никак не могу понять. Ну, как вам сказать, что-то плохого это может быть. Да ничего плохого в этом нет. И вот у нас Дима сидит, и он наматывает на уши, наверное, я сейчас уже как бы пенсионер, и так далее. Но, тем не менее, это, значит, просто как бы значит, ну, для меня это кажется, фальшивая ситуация. Вот, был момент, был тот момент, когда мы составляли колдобер, то колдобер, те мы имели вправо лето. Вот этот момент, это, нам было наплевать даже, сколько вот там сидит человек, а не там, вот тот профсоюз даже, кто я посал на голосование, а может ли Гамон быть в президиум? я даже не остановился, идти в президиум, не остановился, потому что я был убежден, что вся эта балда проголосует, что защита будет сидеть в президиуме. Но сейчас ситуация не такая, вот это некая фальшивость, фальшивость, которая вернулась к временам вот этой советской демократии, когда президиум сочиняет, так сказать, эти списки, и так далее. Ну, можем мы, вот так сказать, говорить, и все прочее, но мы знаем статистику, значит, 10% получают, вот так сказать, живут, но в 5 раз лучше, чем предсоветуют, 10%, но в 5, а может в 10, потому что никогда такого не было, чтобы сотрудник имел там 30-40 тысяч зарплаты, и так далее. Значит, эта часть, она никогда, так сказать, будет, не пойдет за нами. Значит, где-то порядка 30-40 человек, это те, которые, значит, значит, всегда будут голосовать за администрацию, и потом состав этой конференции, там 70-80% администрации сидят. Ну, кого там убежит? Рабочих там почти нет, там нет рабочих. простых КТРов там тоже нету. Там сидит администрация, ну, чем это? Мы действуем, поэтому, как-то, другими способами. Хотя, я, в принципе, не против того, и встанавливаю. 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 У нас, по-моему, уже не теми, и для вас просить. Вы уважаемые еще человек, мы на вас всегда так вот равняемся. Чего вы, это, советскую власть, вот, советский профсоюз получите? А, ну, я, например, я, я, брежневский социализм, я, как это? Да не надо про брежневский социализм. А, ну, про то, про чек, ту профсоюзную, да? Ну, вы сейчас четко сказали, вот как демократические эти, советские времена. Вам не нравились эти времена советские? мне нравилось тем, что все вставлялось. Чего все вставлялось? Да, вставлялось. Чего чушь нести-то? Потому что, не слушайте. Потому что, восьминут, по-моему, говорите, и все выявляли в голосах. Можно? Так, товарищи, Витя Григорьевич, вот у меня такое ощущение, я вам послушал, и у меня такое ощущение, что у вас профсоюз стоит на позиции ожидания, ожидания чего-то. Мы подождем, что они... Это не задача профсоюза. Задача профсоюза... Я не буду учить, но, тем не менее, задача профсоюза всегда держать напряжение работодателя. Всегда. Ну, первая задача это защитять права работников. Это понятно. Не надо ничего ждать. Вперед, 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 и всегда держать ему, всегда держать напряжение. Не надо ждать, что он сделает. Ты сделай, пускай он отвечает на твои действия. Пускай, попробуй. Как получится? Да. Вот, позиция выжидания, она, по-моему, ведет... Никогда не надо ждать, что работодатель тебе что-то даст. Ничего он тебе нет. Ты от него потребует 10 моментов, и если у нас 3, это уже победа. Нет, это я полностью согласен. Значит, мы просто в некоторых задумчивых находимся. Значит, ситуация изменилась, и мы, значит, вот пытаемся ее... Вот в той ситуации, да, в том, для этого, чтобы четко, ясно, и все понятно. В этой ситуации мы еще не, как бы сказать, значит, вот не выработали вот этой тактики, и, да, мы вот осознаем ее, что ты изменил. У тебя же есть твои пацаны, с которыми ты работаешь. Некогда думать. Надо действовать. Думать, да. Но думать с 6 вечера до 6 утра вот тогда думать. Слушайте, товарищи, вот, значит, значит, все правильно я в принципе я вас... Это не принято. Это не принято. Мы попробуем, значит, вот, кстати говоря, все процесс думает в ходить. Мы восприняем, значит, но как это делать, значит, пока, ну, вот так, мы всегда действовали так, на 100% мы были уверены успеть. На 100%. Мы вот начинали запастовку против нас, весь город выступил, а мы знали, что мы победим. Вот мы хотим вот так же действовать, понимаете? Чтобы... Ушло это уже. Чтобы... Уверенность, нет проработки. Если мы, допустим, я говорю, как мы вот эти вот положения качаем, обычно, значит, после переговоров я вот протокол сострекал и ждем отмашки, как у нас называется, когда нас начальник добавит в председатель. А есть другие вопросы, когда действительно прорабатываем раздел, все, Александр Николаевич говорит, все, мужики, садимся и начинаем качать. Все это, притом читаем не только свое, читаем, внешне всего, читаем то, что работа сзади. Хотя настаиваем работать по-своему. И начинаем качать, все уже устали, а во сколько уйдешь, это уже не смотрят на часы. Это идет про качество. Работа, она есть, не то, что, действительно, в бригаде и везде надо вот эту вещь проводить, но то, что предлагает работодатель, не обязательно отметать. Надо думать о чем. Они предложили нам такую вещь, которую мы включили, работодатели предложили в формулировку и мы включили в коллективный договор. Я сейчас попробую проскевать. Виктор Васильевич, можно вас сюда для всех? Я вас. Потому что это уже восхищает. Стоячий в пол. В сторону исходят. Пожалуйста, свою точку зрения на заключение коллективного договора. Точка зрения она у нас одна. Потому что мы, я понял, я понял, я понял. Потому что мы со стороны работников и она у нас одна. Мы защищаем свои права и неважно в какой области. Оборонка, машиностроение, докеры, это неважно абсолютно. Так я к чему чуть не забыл. Предложили формулировку работодателей, что самое интересное, стороны исходят из признания приоритета жизни и здоровья трудящихся перед, значит, работой. Это я так вот примерно, но смысл тот. Мы сказали, даже не пунктов, прямо мы их разделываем. Мы это возьмем. Все сразу глянем. Это представляете? Вот. И я вот говорю, я вот почитал, вот Владимирский, очень отлично. Ваш, ну, не пуганный, не пуганный работодатель, не пуганный. Этим надо пользоваться сейчас, чтобы... Да, потому что они... Да, мы работаем давно, и у нас они собаку съедут. У нас каждое слово, каждое слово надо пробивать. Они еще... Вот они... Мы представляем свою формулировку, хотя мы всегда настаиваем и всегда работаем по нашему проекту. Приходят на переговоры, лежат два проекта, медленно и уверенно мы их так... Хоп! И по-нашему. И начинаем работать, опять по-нашему. Вплоть до того, что, значит, в начало вот этих переговоров нынешних Серик Дайгоревич Жусуфов, вы знаете, наверное, его, да? Нет? Еще знаете, он. Он предложил вообще хитрый момент, вообще работаем мы с ноля работаем и даже будет нумерация новая вообще никакая. Ладно, мы ругаться не стали, нет, нет, нет. И постепенно, постепенно опять привели, и сейчас мы опять работаем по нашему проекту. Это вопрос для суда, для архитража, для всего. Мы работаем по-нашему. Вот. И когда заявил юрист, что вот это ваше новое предложение, и там вот мы получили, мы каждый раздел в электронном виде посылаем к юристам, вот, они его рассматривают и обратно редактируют на машинке, даже места пустые остаются, где они там еще вычленные, вот, отсылают нам. И она говорит, вы же нам кто-то прислали? Нет, первый вариант у нас был послан в прошлом году, и он у них есть, и у нас есть подпись, что они и работаем все-таки по своему проекту. Может быть это где-то там у самоквальства, но тем не менее мы это применяем и постоянно действуем так. Мы будем работать по-нашему. В этом предложении свои давайте мы их рассматриваем, не в том случае отметать не будем. Иногда есть там зерно, действительно, которое принимается нами. и следующий вопрос, вот тот, который у нас рабочая группа, она по подготовке все, что они не принимают, мы не ругаемся, но не принимайте, нет вопросов. Но мы это дело не снимаем. У нас печатается одним шрифтом то, что принято, а остальное то, что не принято, мы все равно выставим. Выставим свои требования и будем их отставить. Вопрос в чем? Те моменты, которые для нас не являются ключевыми, можно по идее отдать или продать, а те, которые ключевые, нормирование, социальные вопросы, социальные гарантии и... И продают дороже. Кстати, вот что интересно, мы сидим в интересном камене, экономике. Я вот почитал и смотрю, можно даже брокеры, это те люди, которые продают наш труд. депонирование, это наша зарплата, которую не выплачивают, правильно? Держат пустяны счета. Дальше дефляция, изъятие искусственной излия, это то, что у нас излияли и недоплатили. И вот эти экономические методы борьбы, когда посмотришь, что они нам недоплатили, что мы им даем, что мы им даем и что мы не получаем. в единстве вот этого, я уже говорил о том, что если мы едиными мерами начнем действовать, совсем, если там диспетчера запасов объявили, я погудел, это уже плюс. А если еще метро остановилось на две минутки, каждый поезд, а если еще что-то, это я, конечно, шучу, но тем не менее. Так что я считаю, что мы, нет, это я далеко зашел, но тем не менее, ведь у нас раньше же был ВЦСПС, Михаил Васильевич, или я не прав, был ВЦСПС, была направляющая сила. Так. Польск можно? Да. Вот с докером я копирую, у вас сейчас положение как, только одни докеры в профсоюзе или еще кого-то беремене? Нет, 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 нет. Значит, я скажу, я поясню. Значит, у нас по порту, по порту в кое, во-первых, докеры, тальманы, это, поясню, это складские рабочие, складские, это наше морское понятие, механизация, слесаря, сейчас торт-порт может продукт, короче, в наш профсоюз имеет право вступить все имеющие касательства с портом, отношения, да, отношения с портом, кто имеет, может, вот торт-порт продукт, он вступил буквально недавно, там их там 10, 13, 20 человек, он вступил, и это вопросик следующий, да, вот он понял, я был слушать доклад Доггеров, я к чему, а там это не говорилось, я не о том, я как раз по жизни хотел, вопрос есть у нас, вопрос какой, просто у нас сейчас начинает стравливать, мы как электромеханики по ректору, так я слышал, ведущие, да, а там начинают диспетчерами нас сталкивают, объясняй, вот я говорю, вы как, то есть, ну, мы как представляем, свои интересы защищаем, нам захвату поднимать, и им тоже поднимают захвату, или у вас отдельно, как это? у нас нет, во-первых, по поводу стравливания, у нас это было и раньше, докеров на одном причале, вызерновики, я на земле тогда работал, за счет, живете за счет контейнерного терминала, они вам бабки делают, а им говорят наоборот, нет, не так я сказал, вы портите терминал, а терминалу говорят, вызови на веков, кормите, понимаешь, разделяю вас, поэтому, да, не надо разборки устраивать, ни с диспетчерами, ни с кем, у нас, я понял вопрос, и говорю, у нас повышение зарплаты не идет конкретно докером, у нас идет изменение тарифной стирки, повышение тарифа уборщицы ведет к повышению моего тарифа, понимаешь, хотя и есть вопросы разовые повышения, разовые повышения, доктор, есть эти вопросы, но все равно, значит, одно из приложений коллективного договора у нас тарифная сетка, однозначно, то, о чем я говорил, что директор чуть выше меня получает официально, это то, что мы пробили, и они даже не сопротивляются, сейчас у нас принято было вот сразу, на лету, сразу моментом, значит, приложение номер какой-то, тарифная сетка, которая принята, они даже коэффициенты не стали смотреть, по компаниям они установили, все, хотите пересматривать, давайте пересматривать, понятно, что кто получает конверты, кто-то получает конверты, и тарифность это не коснется, но если уборщица получает 1600, она и будет получать 1600, и от уборщицы зависит и мой заработок, если сделали 2400, то, естественно, соответственно, на коэффициент повышается у меня, потому что за во всяком случае у нас за единицу взята зарплата уборщицы. А сколько у вас разрядов? Разрядов у нас как таковых нет, классов квалификаций четыре, у догеров четыре класса квалификации. не речники, этот ПРВТ, мы же из него выделились, ПРВТ. с кем работаем, это значит Высоцкая и Выборг, это те, в нашем, это этот, как он, Зентьевич, вот, плотную. Про находка после Скотникова Приморья. Нет, со состальными портами тоже, вот, но там немножко... А если вас сейчас сравнить, так сказать, в условных единицах с портами, там, с Ригой, с Ралином, вот с этими ребятами, по доходам, чего у вас уходит? Трудный или нет? Тоже трудный вопрос. Я скажу так, допустим, ведь на самом деле у нас же, опять же, вот эти четыре района, они работают разной груз. Если брать конкретно мой район, третий район родной терминал, мы сделаем всех, включая жарму, любую. Подожди, подожди, у них техника другая, выработка у нас выше. Правильно, 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 правильно поправил Саша меня, у них технология другая. Вот, а, но у нас всегда на хвосте и всегда рядом. Это вся прибалочка, вся. Любая брать филиальдия. Я спрашиваю, базарплату А, в Заргамбург, как это Москва пешком. Про Ригу сказать не могу. Когда, значит, у нас пункт с правильной коллективом договора, посылать зарубежные порты для обмена опыта, это они приняли и генеральный нам сказал, хорошо, делегируем кто плачет? Шесть? Нет, тогда вылечет. Так что? По крайней мере, они дневно в Нарковском и сами с удовольствием. А по зарплате, да, кстати, интересный вопрос, надо будет этим просто поинтересоваться, действительно, по нашим прибалтийским республикам поправским, которые, с которыми вместе жили. я не знаю, вот даже взять наши питерские организации, ну, тот же Высос, тот же выбор, там, зарплаты, это даже стыдно и смешно. Скорее, стыдно. Снос выше, да? Ну, что-то, у меня в шесть раз выше. Вот, просто, да, но там объемы другие, наличие работы, все равно, да, это мы, то, чего мы добились на волне перестройки, пытаемся удерживать сейчас, вот, с новым кодексом, пока, пока удается. Ну, естественно, все-таки, поскольку у нас профсоюз действительно единый, вот мы все вот в трое приехали, все с разных компаний, и работа датчик все-таки боится, боится, да, потому что порт, это товар потерять нет проблем, нет. 2-3 дня запасовки и ты потеряешь половину клиентов, половину, сразу, потому что люди подумают, нахрен я в Россию поеду с ее заморочками, да вот, разгружусь я в Лиге, в Таллин, в Хельсинки. Так что, это, все-таки по-барису. Я вчера приводил, когда отреагировал генеральный, в один день отреагировал, сказал сначала нет, а после конференции сказал сразу да, и два факта прислал, и первый, и второй, я их понимаю. Товарищи, я возвращаю вас, ну подожди, вопрос, у нас у нас свободная дискуссия получается. Ну и хорошо. Хорошо, а выступающие по коллективу договоров еще есть у нас? Может быть, кто-то желает поделиться? Я бы хотел бы вас слушать. Вопрос, просто, нет, точнее, 4 разряда, да, а коэффициент какой вот отряда в первом до четвертой? 25% А каждый, каждый, 4 класс не получает доплаза в классе, в 9 класс 15%, в 2 класс 20%, в 2 класс 25%. Да, это вот от нижнего. А в тарифме стала? На самом деле в тарифе стала, в тарифе стала, в тарифе стала у всех докеров абсолютно одинаковая. Единицы, вещество. Ну как единицы? Товарищи, дискуссию потом. Вопросы по коллективному договору есть? По коллективному договору. Сейчас как раз тут вопрос кто-то 30 тысяч. Спасибо, спасибо. Кто еще по поместке итог и ход заключения в коллективный договор? Кто может поделиться своим опытом? Пожалуйста. Так как вы грантировали предыдущих, вам тоже можно будет дать время. Ладвенское производство обвинения Точмаша. Здоровья, честно. Если сказать честно, вот я вчера слушал, сегодня у меня такое сложилось впечатление, что я из Точмаша социализма приехал, принимая в дикий капитализм. Потому что многие вопросы, которые здесь вот так вот поднимаются, даже мне непонятно, почему они поднимаются. Вот первое я вчера перечисляю пенсионный фонд, который надо записывать почему-то в тот договор. В законе записано. В конце прошлого года вы получили бумажки под нашей администрацией, где четко было написано, что за время пока перечисляют перечисления, перечислили столько-то, заработал я столько-то, и теперь каждый месяц мне посылается в конце моего счетного листочка, там написано, что за тот месяц мы перечислили тебе такую-то сумму, и на следующий день у тебя перечислить на столько-то. Закон, зачем записывать в колдогрову то, что должно выполняться. Это дело не суда, это прокуратура, надо следить. То же самое, что значит вот здесь про отпуск разговор шел, вот не дают отпуск, если положен отпуск 12 дней записан в законодательном каком-то арте, то при чем здесь суд? Я понимаю, что если записан в законодательном каком-то арте 6 дней, а по колдогрову 12 записали, то это совсем другой вопрос. Здесь действительно надо судиться, добиваться, тому подобное. Или он, Вася наш, значит, не пускает его на, это самое, значит, конкретство дового коллектива. Туда каждый может прийти. Другой вопрос, может быть, там не дадут тебе выступить? Это другой вопрос. Я вот привез свой колдогров, тот, который принял буквально неделю назад. С одной единственной целью, значит, чтобы вот вы все, в том числе наши консультанты уважаемые, если они смогут к нему сделать замечание, подсказать, что мы там, подсказать, еще не добились, будет очень приятно, значит, и наши главсоюзные артиристы примут все, то есть рассмотрят и постараются сделать. потому что можно, конечно, очень много написать колдогров, в том числе благо, но наш завод государственное предприятие, в конце прошлого года вышел указ президента, по которому мы не подвижим приватизации, а в начале года вышло постановление правительства, что мы стали стратегическим предприятием. Мы выпускаем продукцию, которую выпускают очень немногие. Но ее заказывает государство, ее покупает государство, в нашей продукции торгует государство и определяет все такие положения, определяет государство, сколько должен получать генеральный директор, какие ему положено получать премии, и какое соотношение между им и нижестоящими руководителями, все записано не мы сами. Мы единственное, что делаем, это раз в 5 лет подтверждает контакт нашего генерального директора с государством. Когда мы начинаем говорить о том, что надо повышать заработную плату, Генеральный говорит, что вот столько мы можем получить, вот столько государство нам оставляет, вот такое распределение, а нам надо, хотите, сейчас мы вам повысим зарплату. Но то оборудование, которое вам надо будет купить, чтобы расширить производство, значит, у нас денег не останется. Так хотите, давайте мы лучше. А положение получается такое, вот сейчас мы расконсервируем те цеха, те корпуса, которые консервировались в те годы, тяжелые, потому что наша продукция нужна, нужна, еще раз нужна. Более того, начали выпускать то, что мы довольно-таки давно любили выпускать, некоторые изделия, потом их хотели крылья, теперь от нас требует государство, чтобы начали это выпуск. Значит, зарплата на заводе 5600 цены. Выше нас, значит, во всей области есть только на одном заводе. В Некотеревском где на 200 рублей больше. То есть это одна из самых высоких зарплат, как нам вступили, знаю, в области это точно. Я имею близок к нашей. Неверно. В области не самое верное. Я не перебиваю, да? Я, наверное, не перебивал. Я имею ввиду, значит, в нашей области в оборонной промышленности это одна из самых высоких зарплат. Теперь, если вы почитали наш полдоговор, особенно в тех разделах там социальные всевозможные гарантии, то сказать, что, наверное, мы не очень много ушли от того, что было при советской власти. Очень недоросло. Значит, путевки в санаторий за 10% мы получаем столько, сколько нам. Конечно, поменьше, но столько, в общем-то, что нам. Значит, база воды как была наша заводская, так она и осталась. Как дворец один из лучших в области был, так он и остался. То есть, на все это идет свое. Больше того, значит, наверное, не очень там видно, но на заводе уже 14 лет действует так называемая служба велосердия, которую создавали бывший генеральный директор, поручил, так сказать, Красному Кресту. То есть, мне выдасти 14 лет бесплатные обеды бывшим работникам завода, которые попали в тяжелое положение, значит, одиноким. Значит, это 300-400 человек, которые обслуживаются ежедневно, ежемесячно, еженедельно. Это все сидит на плечах, так сказать, завод. Это заложено в был договор, специально заложено в комбинах. И у нас здесь сказали, что у нас администрация не пуганная. Почему ей пугать? Вопрос в том, что здесь несколько иной. Вот, я сегодня слушаю, все, все разы, когда я был, все, вот какие хорошие у нас догеры, как они сильно. Оказывается, у наших догеров тоже довольно-таки много проблем, вот, и не так легко эти, их десятки тысяч, которые они получают, достаются. Поэтому есть всем на чем подумать. Теперь, вот, представительство рабочих. Вот как Гамма говорит, одни и треховцы. Ну, не знаю, значит, какой у вас производство такой. Если у нас на консерет трудового коллектива выбираются люди, а не выбираются, значит, те, кто находится внизу, хотят иметь среди делегатов одних, значит, одну администрацию. У нас где-то половина тех, кто приходит на консерет трудового коллектива, это рабочие. По-другому-то сказать, я бы удивился, если бы в профсоюз, посмотреть, сказал, а, начальники пришли. Где-то половина. Другой вопрос, наши генералы все время жалуются, что не хотят поступать. А тогда, когда придет два-три человека, он говорит, ну что вы, неужели проблем нет? и не пуганые они, а в принципе, ну не хотят поступать. Теперь, значит, вот я хочу возвратиться к тому, что говорил вчера наш Василий Баныч. Прилету к примеру в нескольких из другой области Черных и Турновая. Значит, вы знаете, есть такая организация Красный Крест, когда-то она, значит, была Союз Совсисти, теперь Российский Красный Крест. Переживает не лучшие времена. В том числе и моя организация на заводе переживала не лучшие времена. Были времена, когда у нас было всего 25 человек. Сейчас у нас 8,5 тысяч работающих, каждый седьмой платит взносы. Раз мне кажется. Полторы тысячи. Представьте себе, когда я на какую-то конференцию, в какой-то, значит, ЦК приезжаю, представитель такой огромной организации, какое ко мне отношение. Когда я вас вчера сказал, что у него 11 человек членом профсоюза защиты, так, Ваня? Правильно я сказал, а работает 12 тысяч, ничего удивительного в том, что тебе не дали слова. Это так же, как и на базе две тысячи защиты, значит, вот дайте им одинаково. Так тяните на свою сторону людей, показывайте ее, что ваш профсоюз, я имею в виду защита, более, больше уделяет внимание людям, значит, чем профсоюз шмаковский, как его называют. Более того, я скажу, знаете, мне вот неприятно было слушать вот это выражение шмаковский профсоюз. Шмаков, конечно, сволочь, вот, и те, кто поближе с ней находится, это то же самое, не надо же мазать всех, сверху тонет, писают прелесть. Вот, а добавился да, его иди. Вот, потому что ведь, у нас вот профсоюз, наш профсоюз оборудовщика. В общем-то, он считается тоже, в какой-то степени, специальным, шмаковским. Но в любом вопросе можно прийти, можно решить. Коллективный договор, как вы видите, плохой или хороший, но достаточно, на мой взгляд, нормальный, если подскажете. А главное, что я вот сколько приезжаю, я не разно решил, как, вот эти вопросы решаются на государственном предприятии. Первое, на государственном. Одно дело, значит, драть шкуру с хозяина, совсем другое с государством. Как существовало, по-моему, такое выражение, не играй с государством в базарные игры, все равно проиграй. Вот так приблизительно получается и здесь. С государством бороться очень тяжело. Государство не отдастся успехами. Так ведь. Что такое? Государство имеет конкретное лицо в частном переговоре к коллективному договору. Это администрация. 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 Не перебирает людей. Но он не может. Да. Но он не может, понимаешь, действовать, он раздействует в очень жестких рамках, в которых есть одно государство. Вот что-то он может решить, кто-то он решать не может. И вот у нас, как раз я хотел бы услышать, у нас проблема, наверное, у всех. Вот мы боремся за что-то. В полдоговора вносим какие-либо предложения добиваются для членов коллектива. А потом выясняется, что мы-то добились для всех, а те, кто не входит в профсоюз, не хотят идти. Говорят, зачем я буду платить эти деньги, вы все равно для меня сделаете, и мы будем все пользоваться. Вот где? В общем-то, возникает проблема. Одни борются, а другие пользуются, сидят и сказать ничего, а пальцы-палец не ударят. Единственное какое-то ограничение сейчас есть у нас на заводе, это когда делят путевки, генеральный говорит, всем профсоюзам не член. Ну, значит, пусть за собственные деньги покупают. Вас не хочет отдавать чуть-чуть? Вот. Поэтому у нас вот эти вот все льготы, там поездки на турбазу и все остальное, это в основном получение курицы-профсоюза. Да, но эти же люди работают. Понимаете, я говорю, как у нас? Значит, ты мне извини, если у меня в цехе 99% из членов профсоюза, там всего несколько человек, будьте туда-сюда, а в другом, понимаешь, там ни половины не наберешься, значит, хорошо получается. Один, значит, в организации, один, что-то от себя отрывает, а другой только пользуется. Я думаю, что это совершенно, если бы кто-то из вас здесь присутствует, подсказал, как с этим бороться, никак. Вот. Это единственное. И последнее, что я бы хотел сказать, это вот о той системе, вот опять же, о которой говорят, что, мол, профсоюз не хочет там, ты хочешь правком, ты можешь получить чтобы не принимать документы или какую-то решительность. Значит, мы, в принципе, действуем так. Есть, как сказать, разделение. Решил председатель, решил президиум, решил правком. Когда прижимает, когда я чувствую, что или председатель, или президиум, это особенно касается вопросов, когда увольнение, сокращение. И мы считаем, что неправильно, когда мы требуем, это все законно, созыва полностью всего правкома. И на правкоме, когда их много, и там, очень большинство, это уже не просто там, значит, ну, как правило, в президиуме это люди, которые более-менее свободные, могут приходить. А уж когда собирается весь правком, то там можно говорить с людьми, можно с этими людьми поговорить заранее и обвести ситуацию. И не всегда, то решение правкома такое же как решение президиума. Потому что там люди уже более серьезные, туда можно привести целую кучу народу и доказать свою правоту. Вот все, что я хотел сказать. Пападем, есть? Вопрос. О, колдовый, не по правилам. Не по производству. Это край канализ у немцев. У вас же тоже государственные предприятия. На свою государственную, да. То есть, я поэтому и вопрос даю. Мы оба государственные, дядя Курдова, значит, вашу должность какая-нибудь? И электрик. Ага? И электрик. И электрик. Рабочая. Рабочая. Товарищ и так далее. Имеем госзаказ, причем вот так вот, если серьезный, очень неплохой госзаказ, вроде можно жить. Но, вот, не далее, как в марте месяце, у нас вставали все основные производственные рабочие. У нас отношение вообще дикое. основных производственных рабочих 64 человека при общей численности где-то 680 человек. Вот. То есть, у нас, я не знаю, даже книги по-прежнему времена приравновать нельзя в одном соотношении. Но, тем не менее, мы производственные предприятия. Вот. Есть здесь минус, конечно, то, что рабочих мало, но есть плюс, когда малорабочих легче организовать ну, на хотя бы остановку. Вот. То есть, есть то и другое. Вот. И когда мы проводили эту остановку на работу в связи с невыплатой заработной платой, у нас задолженность была 4 месяца. Значит, мы выдавили за 3 месяца зарплату, за 1 месяц остался долг, к нам пришел замдиректора по производству, сказал, ребята, все, больше нет, ну, вот, порвите у меня на части. Значит, придется мой контракт. Значит, контракт на государственный заказ, вот, где 24-й пункт записано, что государство не несет ответственности за своевременную оплату государственного заказа. И я вот не знаю, у вас, видимо, контракты по-другому заключаются, или государство другое. Вот. Потому что наш завод, начиная с 93-го года, кидает на госзаказы. И все время говорят, мы же государственные вы же должны понимать. Люди уже не хотят понимать, и это нормально. Значит, то, что дирекция администрации находится в жестких рамках, нет, я этого не скажу. По той простой причине, что оплаты себе и, так сказать, ближайшему окружению, они делают абсолютно произвольно. дарит дота. Главный конструктор имеет оклад 5100, берут нового замок нему на 11000 евро. Какой это, какое соотношение, они валят как хотят. Замглавного конструктора получает больше в два раза к его руководителя. Потому что он свой для команды, которая пришла руководить за бут. То есть, я не думаю, что так они подконтрольны, действительно, у них там шаг влево, шаг вправо, на колючих натикаются и еще подобного. Одни распоряжаются финансовой подругой по своему усмотрению, другое дело, что у вас с генеральным такие отношения, не рады вас, не грустой, можно сказать. У вас отношения совершенно другие. Значит, теперь по коллективным договорам. Я так наделал год назад, значит, коллективный договор был принят. Принят, тоже я историю рассказывал, как был, рассматривался один проект, в результате сделали подмену и на конференцию принесли вообще другой проект. Но вдруг я, ну, у нас как, администрация, она все равно говорит, ну, бедно, у нас копейки лишние нет. Поэтому коллективный договор разгружили в вашу ровную только вот две дни назад. Я наконец обручил коллективного договора с приложением. Вот и мы объясняем, что в общем-то еще не проходит бесследно. Вот я был там не просто в меньшинстве, получилось так, что я остался в одиночестве в комиссии по заключению коллективного договора. Я единственный отказался подписывать протоколы окончательные и так далее. Заявил в своей позиции на конференции, но все нормально. но еще не проходит бесследно, потому что я открываю коллективный договор. Просто из него выкинули предложенные мной, я совершенно неожиданно нашел в правилах трудового распорядка. То есть там был представитель отдела карьеров, которые меня во многих вопросах поддерживали. Ну опять по разной стороны сидели, но тем не менее. они взяли это все и внесли в правил трудового распорядка. Не зря работали. Значит талии, вот даже этот коллективный договор очень плохой. Если у нас в предыдущем договоре были ссылки на пункт экзота, то в этом уже ссылки на разделы прямо начисли на стали, растет закойка трудового полица. И тем не менее вот этот коллективный договор дает определенные возможности, если ими грамотно пользоваться, дает возможность для того, чтобы давить на администрацию и решать вопросы своего пребывания что ли, условий пребывания на работе на рабочих на здании. Значит я вот о чем хочу сказать. Вот в марте месяце остановился завод, остановились основные предложки рабочие. Значит очень интересно вообще все это проходило. Значит поначалу реакция администрации не была вообще никакой. Ну встали встали. Официальное уведомление, что свидетельствия выплаты, заработные платы, все написали, все вручили. Ну вроде и стоят. Посмотрим сколько вы постоите. Значит через две недели их хватило на две недели. Ну я так подозреваю, что они начали шевелиться после того, когда выяснили, что за все это время людям надо платить две трети среди дня, как минимум. Просто это вреди администрации. Но и с другой стороны госзаказы все-таки надо выполнять. значит я хочу рассказать о том, как люди себя вели, рабочие. Если раньше выходили, гордичали и начинали работать дальше, то сейчас встали в мертвую. Мне очень понравилось то, что однозначное заявление. Значит прервать включительную заплату, когда мы начали работать. администрация она действует всегда линейно, всегда одинаково. Но у нее в принципе и возможностей других нет. Значит сначала они ждали, что люди сами им доест, а вообще без работы это очень тяжело. У меня людям прочитали все газеты, которые я пригласил. Разгадали свои просморды, прочитали все анекдоты. В общем все, уже люди стоят. Значит началась обработка какая? По одному дергать. В нас Олег Дуровщик не трогает. Олег Дуровщик она серьезный, пугатель бесполезный. Начали монтаж по одной вызывать. Зам. Директор производства и начальницу. Она идет сразу ко мне Ларину Михайловичу приедет к нам на водах и участвует. Приходит, что вот нас начинает пугать увольнениями и так далее. Не бойтесь ничего. Значит, пручитал закон, все им объяснил, люди успокоились. Значит, если первым предлагаем у нас способствовать желанию, то что она когда сказала, что в 2 часа все принесут заявление об увольнении, они сказали, нас это не устраивает. Вот. Ну, это важно. Мы выстояли. Началось общее собрание. Нам зам. директора по производству очень убедительно объяснил, что ребята в государстве могут навести порядок только посредством полиатарской революции. Вот. Когда я спрашиваю, вы это хотите, сказал, да. Значит, вот, значит, я как решил достичь дело, что рассказал им первый совет по Ивановскому, значит, объяснил людям, что вот сегодня на этом собрании мы впервые значит, можем реализовать свое право принимать решение. И мы начали с чего? Право вот нам выдвинули предложение. Мы проводим собрание, принимаем решение, официальные документы на стол. Я посмотрел, как реагируют люди, так сказать, участники на стол. Когда начали появляться документы, документы от Ивановскому, они гораздо увереннее стали себя чувствовать, они смотреть даже стали по-другому. А администрация стала пугаться каждого моего захода в кабинет чего делать. Вот и все. Вот. И мы под это дело, то есть остановка была по не выплате заработной платы, как не было им, мы говорили, 8 штук, которые в той или иной мере решились. Я хочу сказать вот еще. Когда сплошная полговор есть, трудовое законодательство есть. Всегда меня замдиректора по экономике обвинял, вы находите дыры в трудовом законодательстве, пользуйтесь ими, останавливайте работу. Я сказал, если я дыры не нещу, зачем мне церковь искать, когда там сплошная дыра, там есть островки, за которые можно не судить. Я островки ищик. Значит, есть сегодня возможность реально, совершенно воздействовать на администрации при любом коллективном договоре. При любом коллективном договоре. К великому счастью, значит, Олег Васильевич сумел в этот трудовой кодекс внести пункты, которые можно использовать. И коллективный договор, такой был, не был. Вот там прошел конференция, отчет по выполнению договора в 2003 году. Всегда есть возможность организовать людей, так сказать, и обеспечить соответствующую работу, чтобы люди понимали и свои возможности, это один момент. И свою ущербленность нынешнего законодательства на другой момент. Люди должны понимать, что их давят, они должны понимать. и этого можно противостоять. Я считаю, что учить людей бороться за свои интересы, это наша главная задача. можно приемлемые для работников пр примитивные договоры. Я хочу сказать, что такое действительно возможно. И это возможно даже без коллективного договора. Скажем, в начале 19-го века был такой известный предприниматель банги Роберт Оуэн. И на его фабрике рабочие работали 8 часов и получали больше, чем все окружающие. Там рабочие делали 15 часов. Вот не бывает, это такие публикаторы. В начале 20-го века таким организаторам производства, ну, он без коллективного договора, кстати, есть. Был Генрихо. На его заводах получали значительно больше, чем на других. И работали меньше. И были столовые, детские сады. Без коллективного договора. Совершенно верно. Вот, Николай Викторович, очевидно, что руководители вашего предприятия относятся к той предприятиям талантливых организаторов, понимающих значение работника современной экономики. Но можем ли мы, уважаемые товарищи, рассчитывать на то, что не то, что большинство, а хотя бы значительные части сегодняшних предпринимателей, понимают роль работника и действуют в соответствии с этой ролью? Ну, вот, мы же здесь слушаем общение с местом. И с первых рук, что называется, мы понимаем, и с научным подходом, что если наш класс капиталистов возникал из проходимцев, то рассчитывать на цивилизованное отношение к работнику в массовом порядке не приходится. И поэтому, так сказать, обеспечить приемлемый уровень жизни, ну, приемлемый в той какой-то мере, мы можем держать эту талантливию, можно только в порядке борьбы, где коллективный договор является важным инструментом, который позволяет сплотить в абсолютную организацию. И поэтому, Николай Викторович, хорошая у вас ситуация, но, я хочу сказать, применяется директор ваш, и вот я боюсь, что тот прокоп, который сегодня замечательно перешает, столкнется с необходимостью борьбы за то, что записано, и провалится. Потому что, так сказать, ну, нет, готовности, да, я уж не говорю, что, ну, у нас только за нас есть. Но готовности к этой борьбе, от мобилизованности, безусловно, нет. Поэтому, ваше, так сказать, случай, это не исключение. Счастливое, но очень такое исключение, не еще шаткое по собой основание. Поэтому, даже думаю, вам, вот не стоит расслабляться, и, наоборот, надо готовиться к тому, что в перспективе, дай бог, чтобы она была дальше, придется побороться. И, больше того, я хочу сказать, что даже с вашим замечательным руководителем уже можно бороться. Есть предмет, я, когда смотрю на содержание, бегом. Вы скажете, что вы предложите, что вы лучше. Вы напрашиваете, лучше. Скажем, у вас говорится, что реорганизация предприятия и его структурное произведение по инициативе «Работа дать» производится после предварительного письменного уведомления. Ну, это вообще очень, ну, мы выдадили, что и сделали то, что хотели. Вообще-то говоря, мы добиваемся и Глокера в проекте «Полдоговора», и вот у Василия Ивановича в проекте «Полдоговора», и на кассе «Сором» такой был, Владимир Михайлович, вставляли пункт, по согласованию производить все это дело. Значит, если не согласны, значит, не будет никакого изменения в численности, и никакого сокращения не будет. То есть, вот у Вас есть, скажем, перешмотр норм по согласованию. Это замечательно. Это замечательно, это нужно. Но нормы для занятых. А если не занятые какие-то, какие нормы для уволения? Давайте вставьте вот сюда, согласовывайте. Ну, прекрасно. И в общем коде у Вас написано, что приказы, распоряжения, затрагивающие сами экономические интересы работы в предприятии, и сдавать с учетом мнения правосоветного комитета. С учетом. Рассмотрите то, что принято. Это как в полиции на пелесу. На деле принято. Такие вещи, понимаете, по согласованию. Вот у нас значительно более сильные позиции. Я боюсь, что не то, что боюсь, а вот так предвижу, что ж это бояться, это очевидно. Но когда Вы с таким предложением выяснете, вдруг Вы выяснится, что Ваш замечательный руководитель будет противодействовать. Дай муху, если ошибусь, ну тогда он просто очень замечательный, он тогда встает в уровень, так сказать, с олога, мы знаем, где он, где он. Вообще-то, поярки, есть, что не так лучше. Спасибо. Я смотрю, ты больше в уши. Ты расскажи о своем проговоре. Что, о своем проговоре, о проговоре разрабатывали? Разрабатывали, вот об этом и расскажи. Поделись опытом. Как у Вас, ты или на... Прямо на ту старинка дубина. Да, бревно. С самого начала. Хорошо разрабатывали, вошли в комиссию. В результате получается так. То, что... Представь, извините, а ты уже... Вот. И в результате получается такая ситуация, что... Втолкнулись, что нам вдвоем с Сергеем Юрьевичем Дрохиным, который происходил в итогах комиссии, нам пришлось вдвоем виться против и представителей работодателей, и представителей предприятий ФССР. И представителей ФССР. Не успеваем, наверное, высказать одну точку зрения, когда даже на повышение заработной платы, в индексацию заработной платы. Тем, кто находящийся на дополнительной работе, председатель ФССР выступает, что... Еще директор не успел ничего сказать. Концентр выступает с тем тезисом, что предприятия нету на них. Только просит, короче говоря, предоставить нам какие-то льготы для тех, по крайней мере, для дополнительного отпуска, кто работает на компьютерах, и для людей, работников с ненормированным рабочим днем. Я тот же самый председатель правкома, у нас нет таких работников, у нас все от и до. Когда я потом пришел к своему начальному центру, я говорю, а ты как работаешь? Ненормированное рабочее, я говорю, сначала председатель правкома, в котором ты состоишь, и кто-кому ты платил, а потом заместитель генерального директора по финансам говорит о том, что у нас такой категории нет. Как нет? Да, ну точно. Как же, у него нет и все. Я буду, его хватило буквально на два месяца, чтобы приходить с восьми и уходить в директор, в сигнал часов начальника центра. А потом, видать, сжали, и стало опять как шелково, но все, и там, это, ходить разборки, там, я делал их совещание. И в результате, единственное, что нам удалось во всей этой ситуации, вышли на конференцию кругового коллектива. Но получилась ситуация, что, да, проводилась работа серьезная в цехах, но по сложившейся, так же, в близости, можно сказать, инерции. Были выбраны, значит, начальник цеха, предцехкома, кто-то один, короче говоря, из близкого их окружения. И только в поздничном цехе, и, как раз инструментально, получилось так, чтобы более сильная наша позиция. Было сделано, чтобы представители трудового коллектива присутствовали. И начальник цеха пошел в отдельные категории, как приглашенные. Но в результате, когда, что мы смогли единственное сделать, это записали протоколы равногласий, и были поддержаны, вот именно, что даже несмотря на то, что на этой конференции были в основном представители, так сказать, работодателя, где даже смогли убедить, в конечном счете мы смогли убедить, но протоколы равногласий есть не то, что сумма индексации должна быть единена, потому что у нас там, как, свои движения, как, единицы, и на этой единице на плате, так, 115. Взяли, взяли, что шло, но только начинаешь просчитывать, для самой низкой, как уборщицы, это я не веду по тем, кто по времену оплаты трудовым, у них выходило бы 2400. И от этой, значит, суммы, корректированной ставки начинают все писать, ну, до 43, получается. И вот наш корректированный договор на данный момент, сейчас, сколько бы ни делись, не принимается, как таково, администрации, а от правосоюзных комитетов ДНР про второй год пролондируется то, что они приняли после принятия трудового кодекса, это в какой-то степени переписали только все статьи, да, что трудового кодекса. И на такое улучшение, улучшение идет только то, что возможно добиться какими-то локальными, такими стычками на уровне бригады, цеха. А в общей массе не получается. Я вот здесь немножко не согласен. С тем, что я в такой-то мере не согласен, что мы, например, бьемся, а другие этим пользуются. Ну, всегда так было. Всегда, я говорю, всегда так было. Но я в какой-то мере не против этого, потому что чем меньше на заводе таких останется, это в какой-то мере будет лучше. Но, и опять же, эта категория рабочих не дает нам дойти, значит. Надо не превратиться в таких, как они. Если мы не будем ничего делать, никакие поступательные движения вперед не будут, мы тут превратимся в то же самое болото, когда они и в результате потеряем все, что смогли в таких трудных условиях, как и другие. Вот, в принципе, и все. Это такое, что это. Ну, а немножко вот здесь, вот как раз, вот по точмашу, вот у меня просто интересный вопрос. Как профсоюзный комитет будет добиваться устойчивой деятельности предприятия в экономическом и социальном плане? Вот у вас зависимого. Мы столкнулись, я вот не хочу, я вот хочу просто от вас услышать. Да, что она не будет приемных проживаний. Но с такой же, как бы, то, что и работодатель может сказать, что вы оплатите заработную плату и вы, то повышение зарплаты нет нигде. И индексации нет. И за счет чего, вот как раз, профсоюзный комитет реализуется повышать уровень жизни работников. За счет каких средств? Вот у вас уже это внесено, это было бы, вот я хотел бы просто вопрос. За счет каких средств вы выходите? Жизнь будет гордиться. Да. За счет увеличения заработной платы. А если вы не добиваетесь ее? Зачем? Понимаете, вот вы хотите, значит, чтобы там было четко записано, что, значит, мы считаем, то вот именно вот таким способом, значит, мы постоянно ставим вопрос перед администрацией о том, что надо повышать и генеральный уровень. Значит, как только у нас появляется возможность, значит, сразу зарплат повышается. А, может, верно. Ну, это, конечно. Я в 6 секунд скажу, что у меня нет прибыли. В 6 секунд. Ну, в принципе, и вот, точно так сказать. Что вот так? Как вы наездите? Нет, вот вы наездите. Сегодня заказ есть. Николай! И здесь получается так, что работник обязуется сохранить коммерческую табель. Что такое коммерческую табель? Вот вы назвали нам свою сумму заработной платы. Это разглашение, можно сказать, что коммерческая табель. Можно так это? Нет, это официально, это не в принципе табель. За роботной платы не является премьерной тайны. А работники знают, что такое? А есть вещи, которые мы, значит, мы даем подписку, что мы не будем изглашать. Да это уже должностная инструкция. По тем вопросам, которые Виктор Григорьевич здесь ставит, он, мне кажется, очень не так сказать. Правильную позицию займал, что я хочу послушать, подумать. Мы думаем, как в этой ситуации действовать. Я бы высказал так свои соображения, что ситуация у вас какая, что раз у вас большой профсоюз полностью идет на поводу у работодателя, то, конечно, нужно участвовать в коллективных переговорах, потому что надо их рассматривать так, что есть профсоюз защита, с одной стороны, и работодатель, с другой стороны, представленный, с одной стороны, работодателем, и с другой стороны, в последнем комитете. То есть это просто одна сторона. Спрашивается, надо ли с работодателем вести переговоры переговоры по коллективному договору, надо. Только в качестве представителя работодателя будут сидеть не только представитель администрации, но и вот второй профсоюз. Вот и все. А дальше все то же самое. То есть как можно отрицательно ответить на вопрос о том, надо ли вести переговоры по коллективному договору? Никак не надо. То есть надо идти спокойно, то есть предлагать свой проект, дальше действовать как вот Докер предлагали, как все остальные. И я думаю, что тут ничего такого особенного нет в этой ситуации. Другое дело, что вообще именно потому, что защита занимает правильную позицию, а она не занимает неправильную позицию. Соответственно, нужно вот как здесь товарищи Докера выступают, как Виктор Васильевич говорит, добить их, наступать на них, доказывать, что они неправы, что они такие-сякие, независимо от количества человек на той стороне. Я вообще считаю, что вопрос количественный, в смысле правды и истинной, не имеет вообще никакого значения. И это не только, что я это считаю, это вообще вопрос истинности. Ну и сколько там, ну и сотни дураков, и один умный, и что из этого, что этот умный должен сотни дураков согласиться, если они проголосуют? Да никогда. Или они там будут настаивать на чем-то, а мы должны с ними соглашаться. Да никакой в случае. Поэтому мне кажется, что тут надо тактику изменить, я думаю, с учетом на их обстановке. Иначе может получиться застой изоляции, самоизоляция. И, так сказать, как бы вас будут признавать. Вы приходите, как некое вот необычное такое. Мы вас будем терпеть, но сделать будем совершенно, так сказать, без учета. А вот что-то вырвать у них можно всегда. Всегда можно с помощью переговоров и с помощью известного натиска, в том числе с помощью всяких там приемов. Что-то всегда вырвать можно. И, по крайней мере, то, что они надлицы и подлицы, доказать можно с помощью переговоров. Или их можно проводить там. Хоть год можно проводить. Вот освободят, пускай, ваших работников с оплатой по среднему, как положено по закону. И вот у вас будут сидеть люди, учиться проводить переговоры. И это форма учебы. Что плохого? Сидят пять человек. Вот сколько? Вот наши товарищи, они же участвуют в переговорах по среднему платят. Они же докеры-механизаторы квалифицированные. Но они сейчас квалифицированные переговорщики. Они получили вторую квалификацию. За счет кого? За счет работодателя. Что в этом плохого? Ничего плохого. Я думаю, очень даже хорошо. Теперь второй вопрос. Вот о коллективном договоре. Поскольку, не говорится, простой вопрос, а что мы, какие можно, так сказать, суждения высыпать. Я думаю, что, конечно, первое суждение должно быть оценкой договора. Я вот делал очень просто. Я ставил минусы там, где плохо, и плюсы, там, где хорошо. И в итоге, я знаю, что мы почти сплошные плюсы. То есть, конечно, договор очень хороший. Очень хороший, потому что тут даже есть сохранение того, ну, тут так его только количественно отличается. Пожалуйста, значит, расходы на проведение культурно-массовой работы, детской оздоровительной компании, культурной работы, на приобретение детских новогодних подарков в размере не менее 0,15% от месячного фонда оплаты труда предприятия. Мало. С предвещенным переселением средств на расчетный счет профсоюзного комитета. Вопрос того, мало ли много. Но есть? Есть. Скажем, Оргтехника обеспечивает профсоюзный комитет, обеспечивает. Транспортные средства обеспечивают договоры, обеспечивает. А вот какой ценный пункт 8.6.1. Неосвобожденным работникам 20 часов в месяц с выплатой средней зарплаты в пределах общего баланса рабочего времени. Конкретно, четко. Учебник может заниматься профсоюзной работой, не будучи освобожденным работником, и значит, что он 20 часов в месяц отдай никаких разговоров. Он зачищен коллективным договором. 1.1. 9.1. Да. 9.1. По обоснованному требованию профсоюзного комитета, в случае грубого нарушения руководящим работникам законодательства о труде, а также неприятия мер к выполнению принятых обязательств по коллективным договорам, обеспечивает. Обязательно расторванный с ним коллективный договор. Обязан. Не то, что там будет рассматривать, обязан рассматривать, обязан расторвывать и весь разговор. То есть такой пункт имея, можно вообще, что хочешь, так сказать, добиться от конкретных руководителей. То есть я считаю, что, конечно, очень сильный в этом смысле коллективный договор. Теперь, значит, какие слабости, с моим точки зрения, или, скажем, какие пункты можно дотянуть? Ну вот насчет учета мнения уже говорил, так сказать, товарищи, конечно, нам могли ветер современцы не учесть, потому что учет мнений ничего не означает. Это западет и... То есть если бы удалось его заменить на согласование, как у вас в других местах, ну, дескать, для того, чтобы они на полгода, что уж мы, так сказать, смысл-то ведь договоров в том, что должен быть лучше, чем законодательский. Так что вы переписываете, как не должно быть. И можно попытаться их убедить, что давайте, раз уж вы такие умные и хорошие, у нас свое полное понимание, да еще мы заботимся о всем предприятии, его развития, так давайте уж согласовывать с нами. Если бы мы с вами партнеры, и мы заботимся, так а что же тут нам не согласовывать такие вещи? Давайте уж согласовывать, а не просто учет мнений. Дескать, я послушал тебя и пошел куда-то так. Вот это первое. Второе, я думаю, что вот такие формировки с учетом финансовых возможностей предприятия, это, конечно, нулевые формировки. Это ничего не означает. Это считается, что таких пунктов нет. Потому что всегда выходят и говорят, что нет денег. Я хочу на этом пункте несколько остановиться в отношении того, как получается, что в государственном предприятии нет денег. Потому что приниматели или капиталисты, они давят. Они давят снести этот налог, снести этот налог, уменьшите на пенсии расходы, уменьшите льготы, трудящиеся, они давят. А получается, работники предприятий, хороших предприятий, как Точмаш, не давят на свое государство, они не требуют повышения зарплаты. Потому что где найти деньги, да я вам очень просто скажу. Как во Франции, сделайте дифференцированное налогообложение 56,8 высоких доходов. Чтобы из миллиарда брали не 130 миллионов, а 568 миллионов. Вот и все деньги, пожалуйста, деньги в море, куры не клюют. У нас денег в море в России. Или водку заберите обратно себе. Чего вы отдали ее, да еще травят народ. Это сплошные деньги. Говорят, нет денег. Так они не хотят, да специально отдали. Они разворовывают государство. 9% украдем зарплаты. Кто говорит, 12% украдем. То есть обсуждают вопрос, какая будет инфляция в следующем году. Но они при этом не обсуждают. Вот они на соответствующий процент повышать заработную плату номинально. Не обсуждают. Поэтому я хочу сказать, что вот это вот вопрос, по которому надо проводить переговоры. И надо по этому вопросу с ними побиться. Обязательно. Теперь дальше, значит. Вот интересные ребята. 3, 2, 5. Время простое. По причинам, независимым от работодателя и работника. Если работник в письменной форме предприятия работодателя, то в начале простое оплачивается в размере не менее 2-3 калифтный ставок. Вот я сижу на переговорах, говорю так. Значит, по причинам независимым от работодателя и работника. То есть от работника не зависит? Независим. Раз от работника не зависит, платите по среднему мне. А это одна стоимость. Но мне-то такое дело. Извините. Это же ваше дело, чтобы, так сказать, было организовано так, чтобы я был обеспечен на работе. А я нахожусь простой. Что значит по независимым от работодателям? Что? Гроза? Стихийные бедствия? Давайте запишем стихийные бедствия. Они в такой формулировке. Что, взрыв какой-нибудь? Ну давайте в случае взрыва, теракта и так далее, тогда две трети. А в случае, если надо выкинуть по независимому от работодателя, написать только случай простой по причинам независимого от работника. И все. Платите полностью. Почему за ночная 40%, а не 50%? Или двойная. Почему не 100% дополнительная? Ночная работа для бредных, для народа. Народ болеет у нас. Почему 40%? А кто расскажет фамилию, вот нет финансовых возможностей и так далее. То есть, когда доходят до конкретных цифр, вот таких-то, тут, конечно, есть вопросы. А вот это вообще хамский пункт 3.2.10. При совмещении профессий, потом идет тра-ля-ля-ля-ля-ля, и в конце конкретный размер оплаты, до платы каждому работнику обрекается, его соглашением с работодателем. А вот до работодателя найдешь, он тебе установит. Как так? Это совмещение профессий. Я делаю две работы. Давайте решим, если две работы делаю, мне две зарплаты будут или полторы хотя бы. Или даже и полторы не хотят установить. А вот там вы поговорите, кто кого додавит. У вас, правда, есть другие рычаги. Раз можно снять какого-то там работодателя в соответствии с пунктом, в конце можно его додавить. Если ты будешь при конкретных соглашениях, так сказать, о совмещении платить мало, то мы вообще тебя потребуем снять. То есть вообще этот договор содержит в себе рычаги, с помощью которых можно выигрывать некоторые вопросы на зарплату. Но это каждую отдельную битву надо осуществлять. А вот того, чтобы было записано, насколько будет повышаться, динамика что-то была, тут утром нет. Вот если это государственное предприятие, так в отличие от частного, оно должно планировать себе вперед. Насколько у нас будет лучше? Раз будет удвоение ВЗП, ну раз удвоение ВВВ, почему не будет удвоение ЗП? Почему не будет удвоение ЗП, если будет удвоение ВВВ? Объясните мне, если государственное предприятие. Если частное, можно сказать, ну я только этому удвоение не имею, у нас-то падение будет. Нет, так у вас же, во-первых, государственное, во-вторых, одно из лучших, во-вторых, обеспеченное, во-вторых, стратегическое, значит, оно в переднем крае, Почему не будет удвоения СЗП? Так что я думаю, что стоит политически, конечно, к этому подойти. Но не в том плане, что нам это удастся сделать. Я вовсе это не утверждаю. Я вовсе не утверждаю. Но надо, чтобы, так сказать, как бы ушли люди из переговоров, чтобы примерно с таким настроением, что же, так сказать, нам не обеспечили то, что положено. Чтобы не расслаблялись. Потому что потом сразу отбирали. И кто и когда... Так же было во всей стране, тоже было так хорошо. А потом раз, у одних, у других отобрали. И как, получается, люди не подготовлены к отбиранию. Они просто опускают руки, а некоторые вот... Это уголовное дело, он умирает, как у нас в ВСБГД. Не умеет держать удар. А удары сейчас могут сыпаться в любой момент. Все было здорово, потом раз и не стало. Что, что Красный Сором плохой завод был? Раз и вот у другого, который делали дело, кто говорит, так, приезжает, это оставит, а то радует. Титановый. Так, конечно, люди умереть могут от этого. Одного и этого. А это тоже государственное. И не стало государственного. А в чем, раз уж Красный Сором не выйдет, вот танки делают, подводные лодки. И вдруг оно стало не государственным. Что, кто-то гарантирует, что ваше предприятие останется государственным? Да никто не гарантирует. У нас этот самый Рубин. Все предприятия, которые делают подводные лодки, все КБ, приватизируют. Завод Кулакова, приватизируют. Государственный газетный комплекс, все, приватизируют. Уже там отключили телефоны, уже другой генеральный директор. И нам, в связи с этим, присылали даже поведомления. Мы вам должны заберите. Пожалуйста. Пожалуйста. Красиво-заметки. Единственное, я почему бы, во-первых, я хотел бы, если есть, взять электронные адреса у вас, Василий Иванович. У вас, потому что, ну, появился он только, мы читать не успели. Критика, она и должна быть критикой, потому что у меня тоже заметка есть. Заработная плата выплачивается в сроки, предусмотренные правилами внутреннего распорядка. Ну, извиняйте. Правила внутреннего распорядка. Может рисовать администрация даже без согласования. Так что нет, заработная плата должна выплачиваться 12 и 27, 15, 30, там, любого. Это надо. И, ну, то, что я заметил, продолжительность отпуска, ежегодная оплачиваемая продолжительность 28 калитарных дней. Не менее 28. Не менее. Лучше сразу себя ограничили 28. А, может быть, еще что-нибудь где-то вредное закопаете, там еще добавите 5 тысяч дней. Записано в законе. Стоп, стоп. Закон не запрещает. Вот о чем я еще хотел сказать. Кстати, вот о чем я еще хотел сказать. Все, что сейчас в Трудовом кодексе написано положительного, надо прописывать в коллективный договор. Обязательно. Потому что уже поправки есть. Которые ухудшат. То, что мы там пропишем, и то, что не ухудшит, не запретит законодательство, мы будем пользоваться этим. Вот они сняли статью, вот эту. Она была, теперь ее нет. А у нас она в коллективном есть, и будем ей пользоваться, потому что это второй документ после Трудового кодекса. Все, что обязательно. Иногда спрашивают, почему, вот что мы будем весь Трудовой кодекс прописывать? Будем прописывать. А что делает Константин Васильевич Федотов? Тут каждую статью, вашу статью в трех, в четырех разделах переписывает подряд. Просто. Тубо переписывает и все. А мы же пролезем. Вот так вот. В двух вычеркнули, а в третьем разделе пролезем. Потом мы и принесем в нужный раздел. Суму. Да? Суму. Естественно, естественно, естественно. Вот это все, вот это, это уже технология. Константин Васильевич собаку съел на этом. Он на это дело вот. И именно, именно вот все, 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 все до точки прописывать, это все обязательно надо. Законодательство меняет. Как только, если противоречит законодательство, ну, пользоваться не будет. Не противоречит, извиняй, вы не доположите. По поводу финансовых, значит, возможностей организации. Это, естественно, все чушь полная. Значит, у нас сейчас ремонтируются причалы, покупая техника, нет финансовых возможностей. Меня не интересует. Я работу даю, будет людей, надо заплатить. Заплатить столько, сколько я. А если не хватает на технику, ладно, в следующем месяце купишь. По-за следующем. Притом, ведь, на самом деле, пытаются просто откровенно обмануть. Хотя, подсчитай, подсчитай прибыль, ну, порта, это не порта, а вот конкретно терминала, это же легко. Контейнер, перегрузка контейнера стоит 100 баксов. Если я делаю 450 тысяч, 45 тысяч, если я делаю, значит, извиняйте, 450 тысяч долларов в месяц имеет организация. Я не беру еще левые там, короче, потому что скрывают данные те, которые вообще, на самом деле, глупость полная. Я захожу в интернет, на сайт порта, имею всю информацию о тарифах, о всем. Просто, это не скрыто, это для... Зачем от меня скрывать это? Так вот, 450 тысяч в месяц мы имеем только за то, что снял, погрузил. Вот. Плюс, ну да, осмотры выставить для таможни, все такое. Там все написано, все доли, что все написано. И несостоятельность финансовая, это полная чушь. Любой экономист скроет любую прибыль. Так что вот, ребята, ваши проблемы, это ваши. Мои, это мои. Я работаю, мне тяжело. Очень тяжело мне работать. Мои работы? Дай денег. А то, что у вас не хватает на новый цех, извиняйте, директору зарплат поменьше. У вас 4,5 миллиона, получается? Да, 45 тысяч и 4,5 миллиона. Не задержай. Нет, 45 тысяч. Ну да, ну да. Ну да, что? Извиняйте, извиняйте. Вот так вот, обидно. Так что мы финансовым возможности можем открыть. Эти вещи не надо, не надо вестись, вестись на жалобы и слезы работодателя. Как Константин Васильевич говорит, он является не работодателем, а работовзятелем. Работу даем мы. Работу даем мы и заплатим мне и все, потому что ты прежде всего деньги имеешь с моего труда, а остальное все, развитие все. Ты планируешь развитие правильно, хорошо планируешь, но не за мой счет. Ты планируешь. Абсолютно неправильная была приватизация порта, потому что не должен порт быть частным, получастным, полугосударственным. Это вот как у вас оборонка, так порт должен быть государственным. Ты мне не понравился, как президент, да я тебе сейчас какие-то флород перекрою. Фиг ты у меня. Ни импорт, ни экспорт, вообще ничего не получше. Не должен быть. Но тем не менее это есть. И поэтому в этом разрезе, это значит, свои проблемы решай сам, а мы свои постараемся тоже. То, что ты хочешь новую технику. И у нас разговор был с генеральным, он сказал, я поеду в Москву решать вопросы, у меня два основных вопроса. Четыре новых контейнеровоза и получение вашей зарплаты. Вот. Это, ну, вот заметки. А почему имейлы? Я бы хотел имейлы, потому что у нас действительно мощная группа, которая работает по коллективным договорам. У нас народу очень много. Вот. И вот это дело посмотреть, и, значит, свои, не то что советы, а свои, так сказать, ремарки, пометочки. А может и у вас еще интересное будет. Вот. А то, что писать надо все, чем больше напишешь, тем больше примут. Не все. Напиши, если там можно. Может, один пункт. Товарищ Градху, а не работаю. Спасибо. Все, спасибо. Да, Григорий Васильевич, вот у нас не зря, вот здесь один пункт написано. Вот у вас пункт один, один, один. Слава Богу, что у вас сегодня такой директор, замечательный человек, у вас все хорошо. Но вот смене случая, у нас один пункт есть. Сохранять все действия в случае реорганизации, изменение состояния структуры, расторжения договора с генеральным директором, у вас этого нет. Завтра пройдет друг у вас генеральный директор, не такой милый и хороший. И все он скажет, кто тут напишет, я не знаю, я это не заключаю. Поэтому это отдельный пункт. Дорогие, я думаю, у нас хорошее получилось обсуждение. Мы увидели ту гамму ситуаций, которая есть на наших предприятиях. На частных, на государственных, причем разные ситуации и на частных предприятиях, и на государственных. Ситуация, как в этих условиях трудящиеся имеют возможность отставить свои права за причином коррективного договора. Обмен опытом, думаю, будет полезен. К сожалению, частных у нас в Москве уже осталось, по-моему, 2% по среднему союза работы в Москве. То есть государственных. Ситуация, ну это вот, да. Извините, я в каком-то не путал. Поэтому, даже если на тех будет коллективные договоры вот такие хорошие, хотя там их чаще всего на государственных предприятиях просто нет коллективных договоров. Знаю по опыту коллективного предприятия, на котором работает жена. У них даже профсоюза нет. И понятия, коллективный договор, такого нет. Это в Москве ситуация такая. Поэтому мы, думаю, успешно обменялись опытом. Надо этот опыт довести до... Это частичный опыт. До большего числа людей, чем присутствует на сегодняшнем заседании российского комитета рабочих. И здесь надо подключить, наверное, все наши возможности по прессе, обобщить и опыт передать. Установление российского комитета рабочих. Итоги и ход заключения коллективных договоров. Обсудим доклады с председателем РКР, членом портового комитета российского профсоюза докеров морского порта Санкт-Петербурга, докера-механизатора Харланова и наладчика Амазил Шишкарева. Российский комитет рабочих отмечает большую роль в расширении и укреплении коллективного договорного движения, который сыграл подготовленный портовой организацией РПД морского порта Санкт-Петербурга базовый проект коллективного договора. Я не думаю, что это натяжка, он действительно у нас стал базовым. Для многих профсоюзных организаций Трудового коллектива России этот проект действительно послужил основой при выработке прогрессивных проектов коллективных договоров предприятий разных отраслей. Он обеспечил проведение выступательной тактики, при которой с прогрессивным проектом коллективного договора сначала знакомится коллектив, а затем начинаются предварительные или официальные переговоры. Такая практика привела к тому, что в целом добротный коллективный договор принят вам Амазилу, и борьба на заключение прогрессивных коллективных договоров на других предприятиях продолжается. В то же время накопленный опыт борьбы за заключение прогрессивных коллективных договоров показывает, что хороший и выгодный для работников коллективный договор может быть заключен только в результате коллективного трудового спора. Поэтому Российский комитет рабочих рекомендует вести планомерную подготовку к введению таких споров и обмениваться опытом и методическими рекомендациями по их проведению. В связи с этим Российский комитет рабочих рекомендует представителям рабочих профсоюзных организаций принять участие в российской научно-практической конференции. Кстати, Михаил Васильевич, вы почему-то не озвучили о том, что она будет. Научно-практической конференции. Название конференции. Разрешение противоречия между работодателями и работниками современной России, которая пройдет 15 октября 2004 года в Нижнем Новгороде. Скорее всего, потом включение. Вот такое постановление. Есть предложение принять такое постановление за основу. Кто за это предложение? Кто против? Продержавшись. Принято. 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 Продолжение следует...